Привет, друзья! У меня долгожданная встреча, мой друг Борис Бриль. Вот что я вам хочу сказать, с чего я хочу начать. С того, что сейчас вот конец ноября и в нашем городе минус 8. С утра этот человек из автомобиля вот в этом таком виде вышел тут весь всю клинику поверх в экстаз. Я не знаю, вошел он их поверх. В общем, девчонки прибежали с криком, вот он в таком виде к нам пришел. Они там уже приготовили ему вешалку, куда повешать его израильское пальто, а он вот так вот приперся. Ты прямо сейчас, прямо утром прилетел, да? Да, утром, в 5 утра. Прилетел в 5 утра из Израиля и пришел к нам в гости. Значит, сразу говорю, Борис самый обыкновенный, не профессор, не академик, просто обыкновенный израильский врач. Кстати, Борь, а какой сейчас год по еврейскому календарю? 5 780-й, по-моему. Я очень слабо слежу, несмотря на то, что я в Яшиве учился. Ужасно. Я просто к чему хотел сказать. Есть такая замечательная, знаете, шутка, я не знаю, знает ли эту шутку Борис, что если у вас там 5 780-й, да, то вы точно знаете, чем закончился 2021-й. Ну, поэтому у Бориса есть тайное знание, чем закончился 2021-й. Мы об этом обязательно поговорим. Но я хочу просто у вас спросить, скажите, пожалуйста, а вот в Израиле есть у врачей категории? Но есть специалисты и не специалисты. А чем они отличаются? Интернатуру. Тот-то прошел интернатуру, тот специалист. Тот, который не прошел интернатуру, тот не специалист. Понятно. То есть, я просто к чему говорю. У нас, меня всегда это очень удивляло. Я всегда, когда вспоминал вот это, что у нас есть врачи первой, второй, там высшей категории, да, и я все время, вот, как колбаса, там, первой категории, второй категории, и все это. То есть, мне почему-то всегда, вот, меня это удивляло всегда страшно. Ну, вот, мне это было всегда с момента окончания института, мне это было непонятно, потому что, ну, как, ну, есть болезнь, ее надо лечить либо правильно, либо неправильно, да. И мне кажется, что не может такое быть, чтобы врач, там, второй категории лечил, это неправильно, а врач первой категории правильно, да. Однозначно. И вот я к чему говорю. Мы привыкли к тому, что в экран, если заходит медик, то он обязательно должен быть врач высшей категории, кандидат наук, заведующий кафедрой, профессор, в крайнем случае доцент. А простой врач, ему нельзя, он же простой врач. Но оказывается, весь мир приходит к тому, что при неком стандартном медицинском диагнозе должно быть стандартное лечение для всех врачей одинаковое. 99% всех диагнозов вообще идёт лечение одинаково. Что профессор, что не профессор, что гинеколог, что психиатр, это абсолютно одинаковые слова, абсолютно. Если, допустим, лечение депрессии, спросите у семейного врача, спросите у гинеколога, спросите у психиатра, все одинаковый ответ дадут. Замечательно. Собственно, я пытаюсь подвести к тому, что когда вы озвучиваете некую позицию, то это ни в коем случае не есть позиция Бори Брыля. Ну, это вообще, такого в принципе невозможно представить. Кто такой Боря Бриль вообще? Боря Бриль – практикующий врач, и всё, и больше ничего. Всё, вот именно поэтому я сейчас не рассказываю про то, где он учился. Он просто самый обыкновенный израильский врач. И у самого обыкновенного израильского врача есть некие представления о том, что такое хорошо и что такое плохо, некие стандартные ответы. И, собственно говоря, что я хочу? Я хочу, чтобы мы все, вот наша вся аудитория, просто узнала, как медики, врачи Израиля, отвечают на тот или иной вопрос. А просто нам это Боря озвучит на понятном нам языке. Я это правильно понимаю? Ну да. Отлично, всё. Ну что, давайте тогда начнём. У меня много очень вопросов. Мне как бы... И я хочу сказать своим зрителям постоянным, что многие вещи, которые мы сегодня будем обсуждать с Борисом, мы с вами неоднократно обсуждали. Но я хочу обратить внимание на то, чтобы вы поняли, что когда я вам что-то говорю, то, оказывается, моё мнение иногда совпадает с тем, что не только я говорю, оказывается. Ну, поэтому давайте так. Кородовирус. Начнём с этой темы. Она, конечно, сейчас всех очень волнует. Первое. Как в Израиле на сегодня обстановка? На сегодня это конец ноября 2021 года. С марта 2021 года в Израиле обстановка нормальная. Абсолютно. У нас очень мало больных. У нас есть ПЦР, положительные тесты, которые был в какой-то момент рост. В основном это за счёт детей. Потому что дети в любом случае не вакцинированы. Общаются они. На то они и дети, чтобы не носить маску. Они снимают её. Это же не солдаты. И, в принципе, даже на пик на 12-13 тысяч заболевших, типа ПЦР, положительных тестов, всего 100-150 человек госпитализации для Израиля. Это ничего. Это как грипп. У нас не было завалов отделения. Вообще ничего. Именно вакцинация. То, что привело к тому, что в Израиле не было завала. Если мы говорим о правде, а не о слухах, а в Израиле умирают без остановки и так далее. При том, 70% умерших это составили невакцинированные люди. И 70% тяжелобольных. Также надо понять, что эта группа людей, она в 10 раз, 12 раз меньше, чем те, которые вакцинированы. А на них приходится в 2,5 раза больше смерти. Ну, это же, я так понимаю, ещё и очень возрастная категория, скорее всего. Те, которые вакцинированы, да, возрастные. Там 80-90, или мы ставим на другую чашу весов молодые, младше 50 лет, которые не вакцинированы. Ну, беременные некоторые и так далее. А как вообще в Израиле обстоит дело по категориям населения? Условно, ну, еврейское население, арабское население. Очень интересно, выходцы из Советского Союза, есть у них какие-то специфики? Специфика антивакцинаторства, кстати, она больше наблюдается у людей, выходцев из постсоветского пространства, потому что смотрят русскоязычный интернет. Среди израильтян это тоже есть, но большая часть всё равно в русскоязычном пространстве. Что не странно, это недавно тоже было. А арабское население как вакцинировано? Нормально, вакцинируются. Вакцинируются и друзы, и арабы. Есть ультрарелигиозные, которые Украина, допустим, знает, которые ездят в Умань. Но они такая своеобразная, религиозные люди. То есть в Израиле тоже своеобразное отношение к ним. А они многие не вакцинированы. Но они вообще, то есть такое отдельно минимальное количество людей. Как на сегодня с детьми? Разрешили в Израиле вакцинировать с 5 до 12 лет. Файзером. Файзером. Только пока только Файзером. Пока только Файзером. Но сегодня звонил своему другу, который заведует. Он семейный врач в больничной кассе, в поликлинике. Он сказал, дозы мы ещё не получили. То есть разрешили, но ещё не начали. Разрешили, дозы не пришли. Понятно. Хорошо. Следующий вопрос. В стране много людей было и есть с какими-то респираторными инфекциями. Вот коронавирус. Я подозреваю у себя. Я проснулся утром, у меня сопли. Что будет делать среднестатистический израильский гражданин, проснувшись утром с соплями? Обычно ничего. Будет посидеть дома, скажет семейному врачу, напишет. Вот это же важно. Вот я и хочу. Вот ничего это, я понимаю, что скорее всего ничего. Это не значит, что он побежит в аптеку покупать антибиотик. Это мы понимаем. Он его там не купит. Но мы ещё... Свяжется с семейным доктором. Он свяжется с семейным доктором. Скажите, пожалуйста, семейный доктор сейчас озаботится тем, может, это коронавирус, может, надо его обследовать? Ну, конечно. Как это произойдёт? Он вызовет от больничной кассы, есть служба тыла, которая приезжает, берёт ПЦР-тест. Так, замечательно. Итак, вы дома, у вас коронавирус. Какие назначения получит человек, ну, который дома... То есть, я прекрасно понимаю, что это будет делиться на две фазы. Пока не задыхаешься, да, и задыхаешься, да. Вот какие стандартные рекомендации даст израильский семейный врач человеку, который дома с диагностированной коронавирусной инфекцией? Стандартно привезут ему пальцоксиметр, измерение сатурации. Второе, много, тёплое, обильное питьё, отдых. И симптоматические, допустим, там, парацетамол, ибупрофен, у нас аптальгин, анальгин, если есть надобность. Если, чтобы было комфортно, человек должен болеть комфортно. Вот и всё. Всё. Хорошо. А что будет с членами семьи? Вообще, желательно просят уйти в одну комнату, отделиться, но в пределах, в общем-то, квартиры, и все садятся на карантин в этот момент, если не вакцинированы. Тремя дозами. Даёт ли врач какие-то рекомендации по параметрам воздуха, по тому, как надо проветривать помещение? Это входит в стандартные или нет? Нет, этого не входит в стандарты, потому что в Израиле, в принципе, никак в Украине у нас нет плотно закрытых окон. Другая, чуть-чуть климатическая, потому что у нас все... Всё всегда открыто проветривается, у нас же дома картонные. То есть, наш сквозняк – ваша норма, да? Да, 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 абсолютно. Я понял. Не, ну, а неужели я просто представляю себе выходцы из Советского Союза, которые попадают туда, неужели они согласятся жить в сквозняке? Это непонятно. Для меня это очень страшно. Вы как? Так, финансы выигрывают над желаниями. Хорошо. Наверняка врач скажет, когда к нему, когда обращаться, что... Вот вы сидите дома, да? Что скажет врач? Через пять дней, через три, когда это прекращать? Когда обращаться? Почти каждый день звонит служба и спрашивает о состоянии... Кто это будет? Это будет врач или у него есть? У семейного врача есть? У семейного врача есть служба тыла. Часто это солдаты, которые проходят альтернативную службу. Ну, то есть не солдаты, это альтернативная служба. И собирают и Министерство здравоохранения. Есть такая структура, тоже называется Бекур-Холим. Это... Ой, Бекур-Рофе. Это когда альтернативная поликлиника. И там тоже часто солдаты, они звонят и спрашивают о параметрах. А скажите просто... То есть я понял... Еще раз. Некий человек заболел, позвонил врачу. Врач ему сказал, что надо делать. Тогда к нему прислали, обследовали, получили информацию, что у него коронавирус. Теперь ему будут каждый день звонить. Тот человек, который каждый день звонит, он наверняка же получил какую-то подготовку. Какие вопросы надо задать. Правильно? Что его будет волновать? Сатурация. Задыхается человек или нет. Температура. И общее состояние. Все. То есть вот эти вопросы он задаст. Хорошо. Вносится в компьютер сразу же. Отлично. То есть я на самом деле сейчас хочу обратить внимание. Вот смотрите. Очень часто мы думаем, что мы можем сделать? Вот что мы можем сделать? Вот вам только что мы уже рассказываем, оказывается, что общество может сделать сейчас применительно к коронавирусной инфекции. Есть огромное количество людей, которые сейчас сидят вообще дома, не ходят на занятия. Это студенты. Это вообще просто люди, которые хотят помочь близким. Это учителя, это интеллигенция, которая может уже сейчас получить чиновникам Горздрава, Минздрава список вопросов. Говорит семейный врач. Вот у меня в такой-то семье такой-то человек заболел. Ваша задача ежедневно совершить звонок и задать вопросы. А что показывает пульсоксиметр? Какая у вас температура? Какое ваше общее состояние, настроение, поведение, аппетит? Вот задать эти вопросы. Не стало ли вам хуже? И внести это в компьютер. Еще раз говорю, это то, что просто надо сделать. И если возникают какие-то изменения негативные, то тогда задача этого волонтера проинформировать медика. Семейного врача. Или если экстренная какая-то ситуация, снижение сатурации, или человек в тяжелом состоянии, вызвать скорую помощь. Которая доставит его в больницу. Лечить не будет. Понятно. Все. То есть я понимаю правильно, что если речь идет о каком-то лечении, выходящем за рамки ибупрофен, парацетамол, обильное питье, то это уже ситуация, требующая стационара. То есть никто в здравом уме не будет в домашних условиях использовать препараты, регулирующие свертывание, гормоны, антибиотики, противовирусные и так далее. Или нет? Нету такого варианта. Не существует. Не может быть просто. Еще раз. Дома человек может лечиться свежим воздухом, чаем, и если ему плохо, чем-то парацетамол, ибупрофен. Все. Хорошо. Вопрос. Вопрос. А противовирусные препараты, о которых говорят очень часто, что необходимо, мы же все прекрасно с вами знаем, что противовирусные препараты, они высокоэффективны при раннем назначении. Ну, когда вирус только попал, допустим. Ну, условно говоря. Ну, вот сейчас, например. Ну, вот сейчас, неделю назад. Вот сейчас мы знаем, что обсуждаются два препарата, которые, скорее всего, в Израиль попадут одними из первых. Уже попали. Уже попали, да? Уже попали. И оба мер пока еще не попал. Ну, вот буквально. Ну, вот мы знаем, что, скорее всего, в такой ситуации они будут назначаться на дому, наверное. Группам риска. Ну, понятно, что скорее всего. Но до недели назад этого не было никогда, потому что не существовало противовирусных препаратов. То, что говорят, ну, рендесавир со спорным эффектом. Мы отдельно с ним о нем поговорим. То есть, в принципе, на сегодня, да, вот мы убираем. Вот у нас есть, да, мы понимаем, что именно сейчас, в конце ноября 21-го года, начали обсуждать два препарата, да? Монлупировир и пакславир, насколько я понял. Да, вот два препарата, которые, скорее всего, будут реально, имеют эффекты против коронавируса. Но до сегодняшнего времени ничего противовирусного в домашних условиях в Израиле не назначается. Абсолютно верно. Абсолютно. Так его и нету. Этих препаратов противовирусных в домашнем использовании просто не существует. Смешной, вы такой смешной. Нет, поймите, на самом деле, когда вы говорите, его нету, люди, ну, его нету. То, что вам назначают всякие засовывания в задницу интерферона, чтобы там кушать и там всякие. Я не хочу даже названия эти называть сейчас, чтобы лишний раз их не рекламировать. Но все, что вам назначают, вот они считают, вот эти вот израильтяне, вот эти вот, вот у них какой-то вариант такого противовирусного геноцида людей. Они жалеют им ваши замечания. Просто понимаете, как всегда, вы же там вам, когда значат противовирусные, все равно их за свои деньги будете получать. Правильно? А израильское правительство жалеет своих граждан, не хочет тратить деньги, экономит на них, будь они неладны. Ладно. Короче говоря, оказывается, что все, что вам назначают противовирусное, вы глотаете, капаете в нос, засовываете все в задницу. Все это израильтяне не признают. Они говорят, что это препараты с недоказанной эффективностью. Фуфломицины. Фуфломицины. Отлично. Все, хорошо. Проехали. Итак, теперь, какие в Израиле критерии госпитализации людей? Вот что должно произойти, чтобы человека с коронавирусной инфекцией повезли в стационар? Сатурация ниже 94, количество дыханий выше 30. В общем-то, семейные доктора чуть-чуть облегчают, ну, смягчают параметры госпитализации. Когда 25 дыханий выше, уже вызывают скорую. Сатурация ниже 94 и... Все. То есть, главным критерием, по большому счету, является... Ну, еще сознание, если человек... Ну, сознание мы берем... Ну, смотрите, изначально, я сейчас расскажу, как мы рассказывали, в самом начале еще, по-моему, даже ВОЗ рассматривала критерии госпитализации, как первое, сатурация, раз. Второе, возникновение психических расстройств, да, лихорадка, которая не снижается при использовании, там, высокая лихорадка рефракторная к жаропонижающим средствам, и сочетание высокой лихорадки с диареей. Вот они давали эти критерии. Этого у вас нет? Нет, у нас нет. Нет, диарея, высокая лихорадка, ничего нет. Опять же, в основном это сатурация, количество дыхания и сознание. Если человек теряет сознание, он уходит в кому и так далее, естественно, его будут... Скажите, а возможно госпитализация по таким соображениям, как некому ухаживать за пациентом? Ну, пожилой человек живет один, например, ну вот у него он заболел, ну он себе чай не может наколотить нормально. В этом случае открылись отделения небольничные коронавируса, где таких людей, которым нужна помощь, там не лечат, там тоже занимаются в основном... То есть это санаторий, да? Типа санаторий переводят, чтобы ему было полегче, потому что уход. Или на этот момент кто-то должен постоянно приходить. Ну, в основном это переводится вот в такие отделения, которые наблюдают... Обзерватории, скажем, где человеку помогают, потому что болеет, пожилой человек болеет и все. Просто почему я сейчас этот вопрос поднял? Потому что буквально вот на днях новый протокол нашего Минздрава вдруг, для меня это было совершенно неожиданно, расширил показания госпитализации. И по госпитализации, оказывается, пожилые, то есть люди в группе риска при состоянии средней тяжести подлежат госпитализации. Средняя-то сниженная сатурация или нет? Что такое средняя тяжесть? Средняя тяжесть, ну, это когда голова болит, когда температура 39, понимаете? Я так понимаю, что это уже будет состояние средней тяжести. Нет, у нас этого нет. Ну, то есть я просто представляю себе ситуацию, когда есть коронавирусное отделение, да, и туда там дедушку 70-летнего, потому что у него высокая температура и выраженная слабость, но при нормальной сатурации его туда положат. Так это его отчасти, можно сказать, убить. Ну, я тоже... Потому что есть внутрибольничные инфекции, которые человек, попадающий в больницу, даже с обычным UTI, это urinary tract infection, это получается мочь просто обычной, банальной. Если его госпитализируешь, он оттуда в 90 лет уже маловероятно, что выйдет. Ну, понятно. К нему всё присоединится. То есть мы же прекрасно понимаем, что если человек в группе риска, то для человека в группе риска сам факт госпитализации может быть риском, превышающим все его параметры. Конечно, конечно. Да что-то вы как-то со мной всё время соглашаетесь. Вы какой-то шпион. Вы, наверное, с Израиля. Вы меня, батенька, волнуете, чёрт побери. Хорошо. Теперь я хотел бы спросить у вас, а как вообще в Израиле обстоит дело с вот таким домашним самолечением? Вот я вам хочу сказать, что если вы зайдёте в среднестатистический наш дом и скажите... Вот я вам честно скажу, что мне это очень знакомо, когда я... Я же много лет занимался частной практикой, потому что надо же как-то выживать было. Вот ты приходишь в дом, смотришь ребёнка, и у ребёнка там температура или там что-нибудь, ты говоришь... Ну, вирусное, да. И ты говоришь, что у вас в доме есть лекарства? Есть всё. И тебе приносят такой ящик из-под телевизора. Ну, пусть маленького телевизора. И в этом ящике можно найти всё шоу. Но ящик глубокий. Да, глубокий. И ты так вот вываливают. Или когда... Я просто... И люди с гордостью приносят это и говорят... Вот, доктор, у нас всё. А что вообще в Израиле с этим? Я понимаю, что это не совсем может быть применительно к коронавирусу, но это тоже важно. Что вообще в Израиле с самолечением, с запасами лекарств? Водичка для промывания носа. Отлично. Парацетамол, ибупрофен, анальгин, а больше ничего. Ну, йод может быть ещё. И то йод-полидин такой в мази. И всё, больше ничего. А больше невозможно ничего купить. И хронические лечения. Если есть хронические лекарства, то они, конечно, у человека разложены. Скажите, а средства для пиральной регидратации? Ну, вот пакетик растворить, чтобы поить ребёнка. Ну, просто я очень люблю эти лекарства. Обычно это выписывается уже, есть такой минерали называется. Оно тоже самое, как регидрон, похоже на регидрон. Ну да, да, да. Оно даётся бесплатно просто. Ну, когда человек... Что вы такое сказанули? Как бесплатно? Ну, потому что у нас основная масса лекарств, которые врач выписывает, это все, там, скидки 90%, ну, за копейки. Человеку, поэтому такие вещи, как минерали... Просто, смотрите, я же, я почему об этом говорю, я же не семейный врач, я педиатр. Мы с вами прекрасно понимаем, что обезвоживание для ребёнка, это тема номер один, да? Поэтому у меня любая лихорадка, любая диарея, для меня самое главное, что его напоить. Принцип... О, принцип, да, абсолютно верно. В Израиле такой принцип, я же работал тоже в семейной медицине, это включает и педиатрию тоже. Абу-Гош, есть такая деревня под Иерусалимом, пять лет отработал там. Есть принцип, ребёнок пьёт, всё хорошо, ребёнок не пьёт, спокойствие. Давайте капать. Я просто почему говорю всем родителям, что самое главное лечение болезней детских, это напоить ребёнка. И поэтому я считаю, что средства для пероральной регидратации, это лекарство номер один, домашние аптечки. Чтобы для вас это был ликбез. Причём более того, что тут даже классно, это я тоже, чему я всех учу, возможно, я уверен, что наши русскоязычные ребята в Израиле это посмотрят, что оказывается аптечные средства для пероральной регидратации бывают двух видов. Есть вот как вы произнесите... В минерале вот этот вот водичку, у нас сразу бутылка. Нет, это нам проще всегда развести. И вот эти пакетики растворимые, они бывают двух видов. Солоноватые на вкус и сладковатые на вкус. И оказывается, что есть же там любая диарея, бывает соль теряющая и не соль теряющая. И оказывается, ребёнок, вот вы ему дадите солёное предложите или сладкое, и он сам выберет то, что ему надо, именно при этом варианте диареи. Поэтому я, вот вам как бы мой совет, и Борь будет кивать головой, он типа согласен. Мне голова уже подлить. Что оказывается, два лекарства, препараты для пероральной регидратации, двух видов, солёненькое и сладенькое, обязательно должны быть в доме. Сладенькие, конечно, можно заменить компотом из сухофруктов, согласен. Или там отваром изюма, например, чем-нибудь таким. Но солёненькие наверняка доме нужны. То есть, вы ещё раз подтвердим, что аптечек домашних крайне... Маленькие совсем. Всё, я понял. Хорошо. То есть, я прекрасно понимаю таким образом, что самолечение сведено, в принципе, к минимуму. Однозначно. А что вообще можно купить в аптеке? Мыло. Хозяйственное? Нет. Нет душистая давна. Можно те же парацтамол, как сказал, ибупрофен. Бинтики можно купить. Какие-то косметические средства, помаду можно купить, зубную пасту. Это без рецепта. А с рецептом... Ну, понятно, что с рецептом всё. Это без рецепта. Хорошо. Ну, просто я могу привести такой пример. Вот смотрите. Есть, например, в каждом крупном аэропорту... Да. Да? Есть аптека. Фармация. Да. Ну, практически это стандарт. И там, как правило, продаются препараты, именно лекарства, которые дают безрецептурно. Ну, вот многие. И в эти списки лекарств я вижу. Что я вижу? Я вижу антигистаминные средства. Антигистаминные, да. Аллерджи. Да, есть такое. Видите, что я пытаюсь... Да-да-да. Да-да-да. Суралином оказывается. То есть, ларатодин, цитиризин, в принципе, идут без... Раз. Дальше. Сосудосуживающие капли в нос. Это да. Ну, это же такие... Видите? То есть, он попытался нас вести в заблуждение, но мы следим. То есть, не так уж там всё. Не только мыло. Не только мыло. То есть, вы видите, что мы, конечно, им доверяем, но мы их обязательно перепроверяем. И когда мы им задаём контрольные вопросы, они так и раскалываются, и оказывается, что всё-таки не так всё по-плохому. То есть, например, там сироп лактулозы. Это можно тоже. Вот. Видите? Те средства, которые не могут принести вред человеку. Даже передозировав в 10 раз то, что не принесёт вред человеку. Всё. Значит, мы примерно поняли, что, оказывается, всё-таки в Израиле можно купить примерно то же самое, что в турецком аэропорту. Ну, вот, в принципе, да, ну всё, нормально. Фух. А то я уже начал пугаться. То есть, человек всё-таки может... В Израиле я не поеду больше вообще, да? Вот, а что там такое? Хоть какую-то маленькую таблеточку, да? Так, поехали дальше. Кислород. Возможно ли, в принципе, в Израиле ситуация, когда пациент лежит дома с кислородным концентратором? Если это хронический пациент, хронические обструктивные заболевания лёгких или рестриктивные, и он постоянно, ему нужен кислород. Тогда да. Тогда да. То есть, человек с коронавирусной инфекцией... С коронавирусной, тот, которому нужен кислород, лежит в больнице. И нужно опять же понять, у нас не бегут давать кислород. Есть такое понятие oxygen toxicity. Кислород, когда даёшь его продолжительное время, он нарушает, разрушает клетки. Ну, человек же не дышит чистым кислородом, он дышит через конюлик. Предпочитительно давать СИПАП, чем кислород. Расскажите людям, что такое СИПАП. СИПАП, это когда человек... Continuous positive airway pressure. Не надо ругаться. Сейчас, это когда человек при дыхании, ему добавляется ещё аппарат, добавляет давление, создаёт давление и на вдох, и на выдох, тем самым расширяет... Я очень примитивно сейчас говорю, чтобы это сейчас посмотрят, врачи скажут, что же он тут несёт. А вот сейчас... Это, кстати, классная тема. Я всегда всех учу, всех. И вам, Боря, хочу рассказать, это дать тайну. Может быть, поскольку вы сейчас стали часто появляться, и, возможно, вас тема медицинского блогинга увлечёт, как бы вы будете этим заниматься, то я вам скажу и всем дам очень хороший совет. Для чего вы это делаете? Вы это делаете для людей, чтобы им помочь. Вот самая большая ошибка, которую совершают специалисты, пытаясь общаться с широкой аудиторией, у них, они постоянно думают, что скажут их коллеги. Да. Это постоянно. Вот юрист рассказывает и думает, что юристы... У меня есть друг, потрясающий фотограф, ну, гений просто фотографии, и каждый раз, когда я ему показываю фотографию, он говорит, классно, но выкладывать это нельзя, потому что фотографы скажут, что ты тут докрутил, навертел. То есть, всем понравится, но эксперты фотографы скажут, что это никуда не годится. На самом деле, СИПАП придуманы для лечения храпа, для лечения апно. Абсолютно абстрактив, слепапные. Да, да. Они расширяют дыхательные пути и профилактика ночного апноя. Но их начали очень активно использовать при коронавирусе. Апноя – это остановка дыхания во сне. Нужно для людей. Царь, царь. Царь, да. Вот. То есть, собственно говоря, поэтому... То есть, СИПАП лучше, да. Клетки лёгких раскрыты из-за этого давления, которое получается. Они не слипаются. За счёт этого поднимается сатурация, поднимается количество кислородов. За счёт чего? За счёт того, что мы используем те участки лёгких, которые, в принципе, во время болезни могут склеиться. Да, кстати, Борь, а дают врачи рекомендации поспать на животе? Нет, это... Ну, вот... Спать? Не поспать. Ну, мы говорим о том, что особенность коронавирусных инфекций, особенность именно коронавирусного поражения лёгких состоит в том, что зачастую поражаются нижние отделы лёгких. И когда человек лежит на животе, то туда больше попадает кислорода. И очень часто у тебя сатурация 92, но стоит идти лечь на живот, она 95. Если это домашние условия, нет, это не делается. Потому что человек, у которого сатурация сидя, лёжа 92, это параметр для госпитализации. Существует параметр, он во всём мире. Ньюс. И оттуда все идут. Ты не можешь уйти налево, направо, послезавтра или через три дня. Ньюс. Теперь, по поводу позиции лежания. Абсолютно верно. Но почему это происходит? Потому что когда существует у человека также сила притяжения. В медицине, в анестезиологии, в реанимации, где вы провели не так мало времени, есть такое понятие, как зоны веста. Зоны веста – это зоны, где, когда человек дышит, лучше всего кислород всасывается, где больше всего омываются клетки альвеолы кровью, но всё равно меньше впитывается кислорода. И там, где больше попадает воздуха, но меньше попадает крови. И они разделяются. Когда человек меняет позицию, то эта позиция тоже меняется в зависимости от позиции человека. И абсолютно верно. Поэтому, когда человек меняет позиции, не только лёжа на животе, а и на других, то да, могут вентилироваться те отделы, которые не поражены из-за того, что человек имел другую позицию сидения. Из этого вашего физиологического объяснения, кстати, следует очень важный момент о том, что отсутствие постельного режима, то есть неукладывание в постель того, кто может не лечь в постель, это важнейший способ профилактики лёгочных проблем, да, и как только вы можете двигаться, крутиться, вставать, то это один из важнейших элементов реабилитации, восстановления лёгочной ткани. В разы снижается количество не только про коронавирусов, после операций, пневмонии после этого. Что делают в Израиле после того, как человек прошёл большую операцию, например, на желудке? Знаете, что он делает на следующий день? Встаёт и идёт. Он не лежит, его садят. Потому что именно для профилактики инфекции, потому что движение человек, абсолютно верно говорите, это профилактика реабилитации. Тут я понял. То есть ещё раз для меня. Я, кстати, хочу сейчас тоже очень важно людям сказать, смотрите, я прекрасно понимаю, что применительно к нашим печальным условиям, да, мы просто, если у каждого, у кого 92 сатурации, мы повезём в больницу, больницы наши просто сейчас закроются. Ну вот так у нас. У нас просто будет коллапс, катастрофа. Огромное количество людей сейчас в нашей стране находятся дома, просто потому что в стационаре нет возможности, нет места. Но вопрос, у меня сразу же вопрос. А все ли стационары заняты, все ли люди в стационаре, которые лежат, должны там лежать? Это отдельный вопрос. Но я просто к тому говорю, что конкретно на сегодня мы имеем концентрацию того факта, что очень много людей, у которых кислород, сатурация 90, находится дома и лечится концентраторами. Я специально не спрашиваю у Бориса, как использовать концентратор в домашних условиях, потому что он вообще не имеет к этому никакого отношения. То есть, для него вопрос, как концентратор использует в домашних условиях, это как дома прооперировать по поводу аппендицита, например. Ну да. То есть, поэтому он в этом ничего не понимает. Это мы сами будем в наших условиях учиться выживать всего-навсего. Это наша уже с вами задача, да. Где найти волонтёра, который привезёт вам домой концентратор, который, если раньше, там вначале нам хватало концентратора на 3-5 литров, то нам сейчас нам нужен концентратор на минимум 20 литров в минуту, потому что дельта по-другому не лечится уже. Поэтому ещё раз говорю, то, что говорит Борис, имеет отношение исключительно к правилам жизни в условиях израильского здравоохранения. Мы слушаем, мотаем на ус и пытаемся потом для себя найти ответ на вопрос, что такое хорошо, что такое плохо, чего нам требовать от наших врачей, от наших политиков, ну вообще от отношения власти государства к нам, чтобы мы просто это знали. Продолжаем, мой друг. Итак, мы начали рассматривать тему лечения кислорода. Вы сами сказали, что не всем подряд дают кислород. Уточните, пожалуйста, показания к кислороду падения сатурации ниже 93-х. 94-х у вас. Да, 94-х, да. Ну, 90-х, хорошо, 94-х. Ладно, ниже 94-х. Дали кислород. И как человек будет его получать? Когда ему перестанут его давать? Как вообще это будет происходить? Стараются, человеку дают кислород, но стараются дать всё-таки СИПАП, потому что СИПАП, он именно, это лечебная процедура, в отличие от кислорода. И если человека после СИПАПа и стараются как меньше процент кислорода уменьшать во вдыхаемом воздухе через СИПАП аппарат. То есть принципиальная ситуация, надо дать то минимальное количество кислорода, которое позволяет поддерживать адекватную сатурацию. Да, да. Отлично. Притом надо понимать, что сатурацию, у нас же задача не то, чтобы она была 98. И что такое сатурация? Сатурация – это насыщение кислорода, это параметр измерения насыщения кислорода крови. Да. Для чего он вообще? Что мы измеряем? Что может произойти, если снижение сатурации? Сердце, мозг и так далее. Что это может? Ишемия. Ишемия – это нарушение питания, кислородное голодание любого органа, любого – почек, сердца, всё что угодно. Нам нужно поддерживать то количество насыщения кислорода в крови, которое хватит, чтобы не было, не произошло кислородного голодания органа, и он бы не умер от этого. Поэтому, в принципе, если человек не бегает в футбол, если у него нет ишемической болезни сердца – это когда закупорка сосудов сердечных – то в этом случае можно держать и сатурацию на уровне 90. Это не проблема. Потому, что он не побежит сейчас в футбол играть. Это понятно. Нет мышечной нагрузки. Поэтому не стараются… То есть, нет такой задачи 93 и выше. Да. То есть, тот уровень, при котором мы обеспечиваем… Да. Очень тонкая эта грань, чтобы не давать, не навредить, и в то же время, чтобы человеку не было плохо и тяжело. В соответствии с этим мы делаем эти процедуры, включая физиотерапию для лёгких обязательно. Что такое физиотерапия для лёгких? Да. Это обычные три шарика. Вот эти три шарика очень распространённые. Они стоимостью, я не знаю, в 10 центов, когда ты должен на вдох поднять их. У вас это 10 центов, у нас это 5 долларов, самая дешёвая, но есть. Но вот это очень важно. Мы покажем вам эти три шарика. На расширение лёгких. И приходят, занимаются физиотерапии, человек каждый час дышит этими шариками. Вы знаете, что про ваши три шарика никто в Украине не знает? А это, кстати, я не понимаю почему, но это самый эффективный способ не только при коронавирусе, а вообще в больницу попал, пневмония, всё что угодно, три шарика, три шарика. Раз, два. Я вам обещаю, друзья мои, что мы вам покажем, я собишу даже отдельное видео, покажу вам эти три шарика и расскажу, как ими пользоваться, потому что правда... Гениальная пара. Ну, особенно с учетом того, что в Украине его таки можно, ну, может быть, 5 долларов это в отдельных местах, но за 10 можно купить. В Израиле 10 центов, у нас 10 долларов, ладно, у нас всё дороже. И занимаются реабилитацией, и, в общем-то, всё, также в больнице уже получают лечение, естественно, в больнице получают внутривенное лечение. Мы все препараты отдельно рассмотрим, я просто сейчас именно по пунктам, да, вот так, всё. Теперь кислород будет постепенно, по мере, так как будет станет лучше, его будут уменьшать, снижать и так далее. Если человек не снижает сатурацию, не снижает параметр сатурации, то тогда будут убирать, оставлять без кислорода. Окей, хорошо. Следующее лечение, давайте поговорим про антибиотики. Да. Классная тема, она меня вообще всю жизнь волнует, потому что у нас в незапамятных, причём я вам честно скажу, что первый раз о том, что профилактическая антибиотикотерапия в 4-9 раз увеличивает вероятность бактериальных осложнений, я прочитал в 1987 году. Это мне как раз тогда было 9 лет. Вот ещё раз. А я уже тогда был доктором, и в 1987 году я прочитал о том, причём в монографии, написанном в Советском Союзе советскими академиками. И вопрос о том, почему мы продолжаем упорно назначать антибиотики при любых соплях, я на него так ответа и не получил. И это с 1987 года до сих пор. Я не занимаюсь этим в принципе никогда в жизни, и за это получил от наших, от моих коллег в этой стране столько тренделей, что вы даже себя не представить не можете. И это, в конце концов, привело меня к тому, что мне пришлось идти из государственного здравоохранения. Именно вот эта позиция в плане того, что нельзя назначать антибиотики профилактически, особенно в уколах, что это вообще беспредел. Это отдельная будет тема. В Израиле, если вы будете профилактически назначать антибиотики, вы как раз уйдете из системы здравоохранения и скорее всего на комиссию по этике. Но тем не менее. Хорошо. К этой теме мы еще вернуемся. Это интересная очень тема. Показания к назначению антибиотиков при коронавирусной антибиотике. Лейкоциты больше 15 тысяч. Протокол последний израильский, там седьмой, протокол он с февраля, лейкоциты больше 15 тысяч. В Израиле профилактически не даются антибиотики без лейкоцитоза. Только лейкоциты. Не смотрят ни прокальстанин, ни циреактивный белок, ни соли. Только лейкоциты. Больше 15 тысяч. И точка. Точка. Хорошо. Причем такого нет, что вот вы решили, что вот все-таки мне кажется, что антибиотики нужны, давайте еще какие-то анализы сделаем. Такого нет. Нету. Все. Хорошо. Какой антибиотик назначат? Я объясню, почему. У нас назначают два антибиотика, три антибиотика. Обязательно что-то внутрижопное, внутримышечное, извините. Цифтриаксон. Это у нас? У нас. Цифтриаксон. Куда? Внутривенно. Внутривенно. Или таблетками. Что-то у вас есть из третьего поколения. Есть третье поколение цифалоспоринов пероральное. Да. Вообще, если человек в больнице, ему ставят внутривенно. Потому что, ну, как колоть в мышцу, это же кроме того, что он болеет, еще, извините, задница болит. Ну, есть. Может, не извиняться. Наши люди к этому привыкли. Для нашего человека, если не болит задница, то его плохо лечат. Понимаете? Ну, это внутривенно. В основном это внутривенно антибиотики. Один препарат. Один препарат. И посевы. Обязательные посевы. Передача антибиотика. Обязательный посев. Посевы идут постоянно во время антибиотикотерапии. Но надо понять, что антибиотикотерапия у пациентов госпитализированных все равно редкая. Это чаще уже зря и анимационные пациенты. Потому что в отделении, где человек не заинтубирован, не на искусственной вентиляции легких, почти тоже все равно не получают антибиотики. Скажите, пожалуйста. Это тоже, может быть, даже коллегам будет интересно. А вот протокол использования антибиотиков, он стандартный общеизраильский. Общеизраильский. Я почему говорю? Потому что, например, у нас было одно из обоснований использования антибиотиков в реанимации. В нашем отделении реанимации регулярно высевается синегнойная палочка. У меня всегда было возражение. Если в нашем отделении постоянно высевается синегнойная палочка, давайте его закроем. Дезинфицируем все и откроемся по-новому. Не будем всем больных что-то назначать. То есть, такого локального антибиотика протокола стационара нет. Если в Израиле высеивается какая-либо инфекция постоянно в отделении, отделение закрывается. Полностью. Ремонтируется полностью. Это переводится все больные в другое. Такого не может быть. Ну, как? Если там что-то высеивается постоянно, значит, надо закрывать. Закрыть и починить. Хорошо. С антибиотиками понятно. Так. Следующий способ лечения. Препараты, которые, мы знаем, что при коронавирусе тромботические осложнения. Да. Поэтому препараты, влияющие на свертность крови. Назначают ли их хоть когда-нибудь в домашних условиях? Нет. Однозначно. Риски. Попасть с кровотечением неконтролируемым у пациента, который дома, получающий терапию тем же клексаном. Ну, антикоагуляция то, что для разжижения крови, гораздо выше, чем польза от них. Понятно. То есть, они могут назначаться только в условиях стационара, под постоянным присмотром и под постоянным контролем. Да. Вот бабушка 80 лет. И у нее температура 39. Она принимает там ксорельта, например. Вдруг не хронически из-за того, что там у нее какая-то проблема сердечная, а хронически. Она пошла дома, ей стало плохо. Она упала, разбила голову, попала в операционную с корониотомию гематома и так далее. И бабушка перестала быть бабушкой. Хорошо. Так, теперь мы обещали рассмотреть тему противовирусных препаратов до сегодняшнего дня. В Израиле был один фактический препарат, который назывался Remdesivir. Да. Больше ничего другого вы противовирусного не используете. Ничего. Просто смотрите. В Украине с Remdesivir ситуация очень интересная. В каком плане? Я прекрасно понимаю, что спектр показаний вообще достаточно невелик, но цена Remdesivir для среднестатистического нашего человека, ну, это зарплата, это пенсия месячная. Мне уже смешно становится. Вы говорите, цена. В Израиле нет цены. В Израиле нет цены. Нам не интересно, сколько это стоит вообще. У нас же никто не может из наших даже политиков понять, что до тех пор, пока врач, назначая лекарства, вообще оглашая лечение, правила лечения, думая о том, сможет пациент это купить или не сможет. Вот до того времени, пока у врача в голове крутится этот вопрос, никогда никакой медицины современной в стране не будет. Они не хотят это услышать. Или математик, бухгалтер, или врач. Класс. Это вот отлично. Просто по этому поводу хочется рыдать, но до них это не доходит в принципе. То есть люди, которые действительно приходят в больницы, и им по барабану, сколько это стоит, у них запас такой, что они могут купить больницу эту. Вот они не хотят думать о том, что у врача должна быть другая задача. Думать над правильным лечением, а не над возможностями материальными пациентами. Тем не менее, в Украине ситуация с Remdesivir трагична. Именно по-настоящему трагична. Потому что сплошь и рядом, когда этот прибор не нужен, неэффективен, даже противопоказан, люди тратят последние деньги. Просто это реально огромные деньги. Потому что когда препарат стоит столько, сколько, ну реально на курс надо потратить тысячу долларов, это у нас бабушка получит эти тысячи долларов за год пенсии. Понимаете, реально? Ну это катастрофа. Во-первых, препарат назначается только больным госпитализированным и только. Еще раз. Только. Подождите. Но давайте все-таки учтем, что у нас возможна ситуация, когда человек с сатурацией 90 все-таки лежит дома на кислородном концентраторе. Ну давайте это признаем. Ну я не могу дать через фото. Вы меня просите дать совет, что сделать дома, что ему поставить. А это для вас криминал. Это для меня криминал. Хорошо. Тогда давайте хорошо. Правда. Стационар. Показания к назначению Remdesivir. По шкале Ньюс в средней степени это не реанимационный пациент, потому что реанимационным пациентам это противопоказано. Еще раз смотрите. Ребята, это очень важно. Если ваш родственник находится в отделении реанимации, и вам врач, который вышел из отделения, говорит, купите Remdesivir срочно. Если это последний шанс для вашего пациента, то это с точки зрения израильской медицины никакого отношения к ней не имеет. Более того, Remdesivir в реанимационных условиях по мнению израильских врачей. И Эвдеи. И Эвдеи. Оказывается, еще и Эвдеи так думают. Эвдеи – это ассоциация американская лицензирования всех лекарств. То есть при тяжелой стечении. Корме не дается. Не дается. Он неэффективен или опасен? Есть статьи, которые показали его неэффективность, даже что ухудшает прогноз. То есть Remdesivir – это средняя тяжесть. Если человек тяжелый, если он не может без кислорода существовать, то уже в этой ситуации… Без кислорода, без неинвазивной вентиляции легких. Так бы сказал, что неинвазивная вентиляция легких – это когда уже тебе помогает аппарат дышать. Вот до этой степени даже с кислородом можно. Remdesivir еще, да, он в отделении. Просто что-то даст тяжелая форма. Чем средняя тяжесть, тем тяжелая. Когда человек не держит сатурации и просто при стопроцентной маске кислорода, когда ему нужна вентиляционная поддержка. То есть, это не обязательно… Вентиляционная – это когда аппарат помогает уже дышать. Не СИПАП. Это… Это уже… Это вентиляция… Неинвазивная вентиляция легких. Это когда он… Без интубации. Да, без интубации, когда уже аппарат еще и вталкивает за тебя, помогает тебе поддыхивать. То есть, если ты держишь вентиляцию с помощью кислорода, держишь сатурацию, то это еще будет средняя тяжесть по вашим меркам. Хитрые вы. И когда нет вот этих проявлений этого сепсиса, когда нет проявления нарушения функциональности всех органов уже, то есть, тогда это нормально. То есть, это средняя тяжесть? Моча дает… Человек нормально дает мочу. Он, в общем-то, в сознании. Он не… Получаем мы какие-то анализы крови, которые катастрофически отличаются от тех, которые должны быть в плане электролитов. Это натрия, калия, это функции почек и так далее. То есть, это все стабильно. Значит, в этой ситуации мы можем давать ремидисовир, и он… И все равно, прежде чем дать ремидисовир, ты должен заполнить форму 29А. Это та форма, которая отправляется в Миндрав, чтобы просто так ты вдруг что-то… То есть, там обязательно перепроверят, да? Перепроверят, ты дал тому или не тому. Угу. Ну, нет. Ну, у нас не хватало. Понимаете, нам не надо такую форму заполнять, потому что это же не государство, это же не бюджет заплатит для ремидисовир. Это вот люди продадут последнее и пойдут, купят ремидисовир. Вот. Поэтому что тут форму заправлять? Перед кем отчитываться? Перед этими людьми, которые… Вы же понимаете, ну… Это был сарказм, кто не досёк. Так, ладно. Продолжаем дальше по поводу лечения. Ну, такое замечательное слово, как дексаметазон. Да? Да. Его назначат в тот день, когда повезут в больницу? Если сатурация снижена ниже 94-х, и количество дыханий, да, в больнице его назначат. Его назначат в больнице. То есть, я так понимаю, что вот это вот критерий сатурация 94, да, вот когда упало ниже, это и показания госпитализации, и показания… Это уже нелёгкая форма. Как только это нелёгкая форма, мы начинаем лечить уже другими препаратами. Почему? Почему нельзя до этого? Угу. Потому что у человека есть свой иммунитет. Расскажите, расскажите. Да. Свой иммунитет. И он вырабатывает антитела. А те, кто вакцинированы, они у него уже есть. И если дать ему дексаметазон, стероид любой, или метипред, то, что вы даётся, или суламидрол, неважно, всё что угодно, любой стероид, гормон, он снижает иммунитет. Он не даёт организму бороться. То, что у организма есть антитела, но мы берём их и выкидываем, выметаем из организма. Ну, говорим им, сидите молча, не делайте ничего. Да. И вирус себе спокойно размножается. Мы, наоборот, получаем тяжёлую форму за счёт того, что дали гормоны. И это доказано, что они повышают смертность при лёгкой форме. Если мы видим снижение сатурации, то мы говорим уже о цитокиновом шторме. Вот это снижение сатурации постоянно. То тогда даётся дастероид, чтобы утихомирить нашу иммунную систему. То есть, ещё раз мы объясняем сами по себе, что коронавирус не вызывает тотального поражения лёгких, такого сильного, чтобы человек перестал дышать. И какое-то время это происходит. Но у определённой категории людей заболевание вступает в следующую фазу, когда собственная иммунная система неадекватно реагирует на этот самый коронавирус. Правильно? И это и есть причина поражения лёгких, причина падения сатурации, причина гибели человека. В конце концов. Организм сам себя убивает. Такие заболевания часто, допустим, у людей. Псориаз. Что такое псориаз? Аутоиммунный процесс. Это когда человек сам себя вырабатывает антитела против своей кожи. Опять же, образно для людей. Или огромное количество людей, когда соединительная ткань поражается тоже своими, всякие ревматизмы, волчанка, склеродермия и так далее. Это всё нам с вами понятно. Страшное заболевание склеродермии. Мы, тем не менее, говорим о том, что именно тогда, когда заболевание становится фактически уже не инфекционным, а аутоиммунным. А аутоиммунным. То есть, фактически тяжёлая форма коронавирусной инфекции – это когда инфекционная болезнь стала аутоиммунной. Правильно? И наша задача – уловить момент перехода инфекционного процесса в аутоиммунный. И в этот момент возникают и показания госпитализации, и показания… К лечению стероидами, гормонами, дексаметазоном и других. Применяется по протоколам дексаметазон. Не другие. Не надо. У меня опыт преднизолона лучше действует, чем это. Мой опыт – это какой я рукой кушаю, а не как я людей лечу. Рléто. Опять же эти протокол – дексаметазон в больンツ даётся. Дексаметазон в больнице. В больнице дексаметазон внутривенно? Внутривенно. Внутривенно. Доза. Шесть миллиграмм. У всех или она колеблется? Шесть миллиграмм. Всё. Доза шесть миллиграмм в сутки. Рекомендованная, да. Однократно, однократно. Водится шесть миллиграмм в сутки. И это вводится в течение какого срока? Есть. Смотрели исследования. Показывают, от пяти до десяти дней. В основном это 10 дней. Потому что повторные госпитализации, если и дексаметазон прекращался, были выше, чем дексаметазон, если принимался все 10 дней. Просто я на что хочу еще обратить ваше внимание. Это вот мы сейчас сталкиваемся, вот когда мы сейчас обсуждаем с Борисом, мы сталкиваемся с очень такой мощной спецификой именно нашего здравоохранения. Когда есть, вот в Израиле есть протокол, врачу говорят, если у пациента возникли показания к кортикостероидам, он должен получить дексаметазон, раз, внутривенно, два, в дозе 6 миллиграмм, 10 дней. Зачем мне думать об этом? Вот почему у врача должно быть это в голове. У нас мы вот никак не можем до этого дотункать, понимаете? Это же проверено на миллионах людей. Это не то, что я себе придумал, говорят, 10 врачей, 10 мнений. Там, где есть мнение, там нету медицины вообще. Ну вот я же, вот и вдруг, вот, а у нас с вами, я хочу просто, чтобы вы поняли, в чем, в какой парадигме мы живем. У нас постоянно какие-то национальные особенности, понимаете? Вот уникальные, нам надо подумать, у нас сколько врачей, столько мнений. К каждому пациенту нужен индивидуальный подход. Выходит врач и говорит, дексаметазон, мнение. Мое мнение, вам нужен другой препарат, вот такой-то. Я его не буду назначать 10 дней, надо назначить его 2 недели, понимаете? И так далее. Вот я хочу и я мечтаю об этом, чтобы людям, которые принимают ответственные медицинские решения, просто на уровне государства запретили совершать глупости. Совершили, запретили на пациентах экспериментировать. Вот чтобы раз и навсегда, если есть протокол, не умничайте, не стройте из себя великих гениев. А я аж профессор, поэтому я буду лечить вот так. Хочешь лечить, набери себе кроликов, сделай над ними эксперименты. Тем более коронавирус вызывает, моделируется инфекция. У хомячков, у хорьков, у кошечек. Но умерли 2 тигра, да? Вот тигры умирают. Ну тигра у нас дороги. А кошечек и хомячков или хорьков можно набрать много. На них проведите эксперименты, доказать, что хорьки лучше выздоравливают. На 12 днях дексаметазон и вперёд. Так это же по закону, 64-й год, Хельсинки, Нюрнберг и так далее, это называется опыты над людьми. Реально, это же преступление против человечности. Если ты, в отличие от показанного лечения, назначаешь какое-то своё мнение, которое ты сам придумал, это называется опыт над человеком. Это преступление против человечности. Ну ладно, это уже грустное. Хорошо. Так, с дексаметазоном мы тоже разобрались. То есть, всё можно делать. Но только ты должен проинформировать пациента, получить разрешение комиссии на то, что ты дашь ему вот так вот. А его одобрили. Пациент знает, информирован, подписал. Пожалуйста, давай. Это исследование. Но оно должно быть инициировано. Хорошо. Следующее, что у нас, это капельницы. Давайте что-нибудь покапаем. У нас что-нибудь, причём я вам даже скажу, Борис, что у меня есть много друзей, они, ну, друзей, знакомых, скажем так, они богатые буратины. У богатых буратин есть такое, надо эпизодически, там, раз в полгода. Лечь прокапаться. Лечь прокапаться, да. Причём вот это лечь, блин, прокапаться, ну, я не знаю, вот почему не так. Лечь протаблетится, лечь пропоколотится, ну, я не знаю, как чё это, ну, вот лечь прокапаться. То есть, когда человек ходит, ходит, вдруг он резко перестаёт глотать, он не может уже выпить никакого компота, понимаете, ему надо обязательно, чтобы эту жидкость он получил внутривенно. И причём я не понимаю, ну, почему вот люди не могут дотумкать, что там введенная внутривенно глюкоза, да, в количестве пол-литра, ну, ничем не отличается от выведенного пол-литра компота, да, там. Отличается. Она может сделать вред. Ну, в общем, да. Почему? Во-первых, внутривенная, любая процедура, которая прокалывает кожу, кожа, это защитный механизм, она может привести к инфекции. Это раз, те же флебиты, чаще всего после чего, флебиты, это воспаление. Воспаление, и когда... Вены, в которую была... Вены, когда вколона капельница. Причём оно же возникает очень часто не только потому, что там попала инфекция флебит, это химическое раздражение тем, что капают, плюс игла, и так далее, да. Да, тромбозик там. А там маленький тромбозик, а потом, хопа, и этот маленький тромбозик, да, а потом, говорит, вот так вот рука отекла. Следующее. Когда человека капают жидкость внутривенно, две трети жидкости уходят в межклеточное пространство, он вызывает отёк. А треть только попадает в циркулирующую кровь, в кровь нашу. То есть, соответственно, мы две трети делаем вред. Вот. Капать – это необходимая процедура, когда человек не может пить, не может есть. Это другое совсем. А до необходимой процедуры этого делать нельзя. А почему тогда не подкожно? Допустим, пожилым людям, к примеру, которые в гериатрических центрах лежат, им ставят капельницы под кожу. Даже не в вену. Потому что они не могут пить. А пока они пьют, никто им этого не делает. Потрясающе, правда, да? Живот. Просто вы же тоже, друзья мои, не понимаете, что когда вам доктор семейный говорит, я пришлю медсестру вам покапать, при том, что вы можете варить компот, то вы купите эту капельницу за свои деньги. Этот флакон купите за свои деньги. Вы медсестре, которая придёт поставить вам капельницу, тоже заплатите из своего кармана. Понимаете? Если бы между вами и медицинским чиновником, между врачом был посредник, страховая компания или государство, которое заботится о том, чтобы вас не убивали, понимаете, то в этой ситуации мы бы считали, что там сами делают. А так за ваши деньги вы можете убивать сколько угодно. Будьте вы неладны. Ладно, продолжим. У меня вопрос. Вот так вот не поджидают те, которые капают иногда рядом с крыльцом, чтобы побить. Я вам честно скажу, нет. У меня в основном ко мне не приходят, не наезжают на меня те, про которых я рассказываю. Но у нас были обращения, когда просто предлагали деньги за то, чтобы мы о них не говорили. То есть за это, да, за это нам предлагают деньги. Хорошо. Теперь, когда я как бы... А, ну вот ещё хочется поговорить просто... А ещё что капают, кстати, я хотел узнать. Да, да. А капают-то что? Всё шевелятся. Солевые растворы, глюкозку, туда калия, туда какие-нибудь витаминчики, аскорбин. А что такое вообще? Риосепин. Это, наверное, такое, интоксикация. А что такое? У меня тоже, у пациента интоксикация. Я говорю, алкоголем, героином, чем он, морфином, интоксикация. Какой токсин? Я говорю, если снимаем интоксикацию. Какой-то странный. Токсин-то какой? Там, ладно, инфекционный, там, бутули, токсин. Зачем тебе эти подробности? И я такая, тогда антидот, хорошо, интоксикация. Хорошо, давайте возьмём другой вопрос. Ну, смотрите, всех ваших соседей капали. У вас на работе всех капали. Тут пришёл доктор и говорит, пейте компот. Что это за доктор? Это сумасшедший. Вы вообще не понимаете. Вы не понимаете. У нас говорят, балахманы. Я же в этой ситуации живу всю свою жизнь. Всю свою жизнь. Я прихожу и говорю, открыть окно, проветрить, напоить. Всё, напоить. И как только температура... Давайте гулять. Всё, хватит. Оставьте его пока. Стать про проветривание. Да, да. Это проветривание. В израильских больницах обязательно должно быть проветривание комнат. Если нет вытяжки, отрицательного давления, то всегда прометривается помещение. Потому что на улице всегда лучше и меньше проблем, чем это. Поэтому у нас и бахил, кстати, нет. Бахилы, по сути, надевать, выходя из больницы. Потому что ты несёшь из больницы инфекцию. Грязь, да. Чтобы не запачкать улицу. Да, хорошо. Но у нас ещё есть, как бы, вы же сами понимаете, прекрасно, у нас есть целая категория фуфлопрепаратов. Ну, препаратов, которые там типа укрепляют иммунитет. Не надо хихикать. Ваши израильские смешки нас даже как-то возбуждают. Хочется просто что-нибудь вас кинуть тяжёлое. Вы не понимаете. Я считаю, что каждому человеку, который занимается лечением в наших условиях, надо за вредность давать молоко и вообще бесплатные билетики к психиатру, нашему врачу. Каждому надо просто выдавать. Потому, что люди... Ну, вот смотрите. Вы вообще, когда учились или получали медицинское образование в Израиле, да? Вы помните в те времена... Это было лет сколько? 12 назад? Ну, получается, больше чуть-чуть. Почти так 2002-й. 2002-й год. Вам тогда рассказывали препараты интерферона, которые капаются в нос? Нет, конечно. Их и тогда не говорили, и до этого не говорили. Нет, до этого какое-то время их поговорили и забыли. Ну да, но это гораздо раньше. Наверное, 90-е годы я ещё тогда... Я когда закончил мединститут, это был 83-й год, тогда как раз активно начали капать в носы интерферон, потом придумали специальные внутрижопные свечки с интерфероном. Я тогда ещё в школе учился. Вы молодой были, да? Ну, то есть во всём мире об этом забыли, но у нас до настоящего времени препараты, которые там вот интерферона в нос, в попу и так далее, активно используются. Более того, некоторые люди, которые... То есть государство имеет в Академии медицинских наук, это отдельная тема, специальные лаборатории, которые продолжают активно изучать интерферон в носу и в заднице, понимаете? Более того, ведущие сотрудники этих лабораторий продолжают выступать по нашему телевидению и вещать о том, что надо лечиться интерфероном и не надо делать прививки, понимаете? Это вот ужас. То, что это ужас, я знаю. Но у них по 2 миллиона просмотров, и куча людей мне говорит о том, как? Это же настоящие специальные... Их даже инъекционно уже не применяют. Их применяли ещё интерферон альфа-2, допустим, применяли при меланоме, который показал тоже, что у него абсолютно нет. Кроме температуры, поднятия температуры он ничего не делал. Ну, там и были протоколы лечения гепатита С. Да, гепатита, которая тоже... Тоже сейчас уже другие протоколы. Хорошо. То есть, иммунитет вы отказываетесь усиливать, да? Спортом. Какие вы злые. А что, никаких таблеток нет? Никаких не существует. Их же в реалии не существует. Таблетки существуют. Нет, да. А те, которые поднимают... Хорошо, это огромная разница. Хорошо, так. А что, витаминчиков не даёте никаких людям? Витамины дают людям для того, чтобы... Витамины, кстати, опять же, в таких дозах, не высоких, чтобы человеку не привести к почечной недостаточности, например, даётся, если человек очень что-то просит. Ему прямо... Ну, вот это как вариант психотерапии. Это очень важно. Бады в Израиле как таковые, пожилым или это, которые хотят какую-то таблеточку, даются. То есть, мнительным, психическим, да? Да, даются. Мёд. Рекомендуют мёд. Допустим, от кашля. Даже в протоколе Джона Хопкинса мёд от кашля. Ну, я видел, кстати, прекрасный протокол, там, по-моему, американский, который тебе писали по поводу лечения диареи у детей. О том, что разведенный яблочный сок прекрасно заменяет любые капельницы. Что вы уже говорите? В Израиле кока-кола. Сейчас, короче, я его тренировал много лет, чтобы он повторял за меня, потому что я тут рассказываю 20 лет уже в этой стране. Хорошо. Про фуфлопрепараты тему закрыли. Так? Ну, что ж. Теперь вторая часть марлезонского балета. Вторая часть марлезонского балета – это слово «вакцинация». Отдельная тема. Я хотел бы начать не с вакцинации от ковида. Это вот мы её как бы отдельно хотим. А вакцинация как бы вообще. Вот вакцинация в Израиле. Отношения государства, отношения людей, отношения врачей. Вообще, ну вот, в двух словах, что там у вас с этим делается? В основном все дети вакцинированы. И взрослые, там, гепатит, human papillomavirus или по-другому это papillomavirus. В основном все вакцинированы. Да, есть процент антивакцинаторов, он мизерный. И да, ты их очень часто встречаешь в приёмном покое с детьми. Катастрофические ситуации для детей. Есть какие-то воздействия на таких людей? Говорит, я отказываюсь прививать своего ребёнка. Нет. Школа, там, какие-то ограничения, что-то будет? По ребёнку нет. Взрослый, если не вакцинирован, допустим, гепатит, он не может работать врачом. Он не может работать любым медицином. Но в целом, если ребёнок не вакцинирован, государство никаких ограничений, санкций на него нет. У нас мизер, это реально мизер. Ну хорошо, для того, чтобы к этому мизеру прийти, надо ж каким-то образом людей было убедить, сагитировать. Как это? Вот о том, что постоянно тоже говорю, что человек обязан не знать медицину. Ну в реале, ну вот люди, вы не должны знать медицину вообще. Потому что вы не врачи, вы не медсёстры, вы даже не санитары. То есть, на самом деле, вы же сейчас не поняли самого главного. Оказывается, когда человек принимает решение о том, вакцинироваться ему или нет, ну в голову не может прийти решение не вакцинироваться. Почему? Потому что его врач, его врач семейный, которому человек доверяет, потому что врач на нём не зарабатывает, понимаете, а просто хочет, чтобы ему было добро. Вот этот врач, он почему-то всегда в 100% случаев за прививки. Да, однозначно. То есть, не может такого быть, я так понимаю, мы не можем влиять на людей, но государство очень сильно может влиять на врачей. То есть, если ты врач, который против вакцинации, то ты будешь врачом в другой стране. Ну, скорее, ты будешь не врачом и в другом заведении. Ну, как минимум, лишать лицензии. Потому что ты не можешь транслировать то, что ты сам себе придумал, если ты это не доказал исследованием. Придумал – докажи. Не доказал. Ответь за свои слова. Ответь за свои слова. И ты ещё получишь иски на много миллионов от тех, кому ты навредил. И если с кем-то что-то случилось, это называется медицинская халатность. Если ещё докажешь, что это специально, пойдёшь в тюрьму. Медицинская халатность – это лишение лицензии, это громадные миллионные штрафы. То есть, я на самом деле… Теперь мы приходим к следующему. Мы же всё время хотим из наших бесед дать какие-то рекомендации. Потому что ко мне, когда обращаются очень часто чиновники, политики, всякие партейцы разные, они скажут, так а что делать? Вот и оказывается, что можно тратить миллиарды денег на агитацию среди населения, обвесить всю страну плакатами. Но это не даст никакой пользы, а эффективно, если в стране будут врачи, которые будут транслировать правильные вещи. А наша задача, поэтому вкладывать надо во врачей. Во врачей. Другой вопрос в том, что простой там врач, вот этот Боря, Будин Неладин этот Боря, он просто, его месячная зарплата – это примерно наш стационар один. Понимаете? Вот есть стационар, там работает 50 врачей, вот они в месяц не зарабатывают вместе столько, сколько один Боря у себя в Израиле. Задрипанный Боря, несчастный со стажем. Сколько у тебя стаж там в этом Израиле? Ну, получается, 14 лет. 14 лет. Тот 14 лет работает, у него зарплата, короче, ладно, бог с тобой, не гневи, народ. Короче, возвращаемся к нашим баранам. Итак, главная, так понимаю, рекомендация для всех, если врач транслирует правильные вещи, а люди доверяют врачам, то тогда всё нормально. Это первое. Хорошо. Пришёл коронавирус. Надо, возникает вопрос, там, вакцинироваться. Кто будет, будет ли государство какие-то усилия предпринимать массовые или достаточно того, что это врачи будут заниматься этим? Массовое государство дело, но не так много. Всё равно рассказывали, это всё было доступно, всё открыто. На сайте Минздрава полностью видео, где все врачи рассказывали механизмы действия. Если вы сейчас зайдёте на сайт Минздрава Израиля, на русском языке вы увидите ролики и всё объяснение всех, как, что, почему. Важно людям дать информацию, чтобы они понимали. Естественно, государство стимулировало, ну, там, кофе дать, там, что-то, ну, такой мелочи, булочку где-то. Нет, основная масса людей бежала вакцинироваться, и это то, что Израиль спасло. Ну, тут можно сколько угодно... Ну, люди доверяют своему государству. Да, не государству, врачам. Государству нет. Я тоже, я государству, опять же, для меня, тут ещё надо понять такую вещь, премьер-министр или президент не может ко мне обратиться по имени или фамилии, а я к нему да. Он должен сказать доктор Бриль, у меня есть статки. Понимаете, вот, и опять же, государству могут не доверять, потому что президента могут называть по имени и фамилии, а меня нет. Меня и всё медицинское сообщество. Это очень необычно для нашей ментальности. У нас на кредитных картах написано доктор. Доказываю. Прикольно. Вот Диар в конце. Борис Бриль, Диар. И вот здесь вот тоже Диар. Да, мы всё увидели. Слушай, нам за рекламу визы должны приплатить. Только вторая Американ Экспресс. Кроме этого, врач, как только ты получаешь диплом врача, ты получаешь сразу же минимум золотую карту. Автоматом. Это привилегия врача. Неважно, какая у тебя зарплата. У тебя золотая карта, у тебя страховки, у тебя то, 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 то. Ну, то есть, государство фактически создаёт образ человека, который очень уважаем, который принимает важнейшие решения о жизни людей, и поэтому к нему отношения соответствующие. Относно. И государство в том числе. И поэтому у нас люди не государству доверяют, а врачам и медицинской системе. То есть, поэтому, как я говорю, они слушают, потому что премьер-министр один, политики, они очень часто сегодня одно, завтра другое, послезавтра третье, сегодня левый, завтра правый. А медицина, она есть медицина. А медицина, да. Политики не несут ответственность. Великая наука. Хорошо. Тогда ещё один нюанс. Меня вот волновал. Смотрите. Я об этом как-то слышал, о том, что вот, условно говоря, есть некая страховая компания. Да. Да? Она покрывает некую страховку. Да. Вот у меня есть пожилой пациент, к примеру. Я прекрасно знаю, что если этот пожилой человек, пожилой пациент заболеет гриппом, то я, как страховик, заплачу за его лечение, ну, огромные деньги, допустим, да? И могу ли я настаивать? А он не хочет прививаться, гад. Страховка будет дороже. А можно и отказать. Во-первых, может быть отказано в… А, я вот сейчас сегодня летел, я сделал страховку. Страховку, потому что въезд в Украину обязан… Израиль не страхует человека, если у него нет сейчас вакцины. Всё. То есть я, собственно говоря, об этом хочу сказать. Так а деньги – это потеря громадных денег. Да, это же очень эффективный способ обеспечить вакцинацию. То есть если вы привиты, мы вас лечим. Если вы не привиты, платите из своего кармана. Ну, это в Израиле не будет, но в Сингапуре сделали. Но, в общем-то, другие. Гепатит. Ты не привит, ты не получишь страховку медицинскую. Вот медперсонал не получит медицинскую страховку, даже если кто-то его взял куда-то, ты не получишь медицинскую страховку. Если не дай бог что-то случится, это всё из твоего кармана будет, потому что не привит к гепатит АБ. Твоя проблема. Есть вакцина, есть результаты, есть исследования. Но в Израиле что же есть разные градации стоимости страховок? Ну, конечно, и чем... Во-первых, могут отказать, как я сказал, в страховке вообще, если ты не вакцинирован. Или она будет увеличена во много раз. Так может быть, это и тоже механизм, почему детей всех прививают? То есть, если ребёнка застраховать, если он не привит, будет дороже. Или там нет такого? Нет, с детьми минимальная страховка, с детьми другое. С детьми все понимают ситуацию, что чем больше передачи, чем больше будет размножения вируса... Я не про коронавирус, я вообще... А, вообще? Нет, в Израиле страховки для детей минимальны всё равно. У нас части социалистической государства. Но вот со взрослыми очень жёсткая составляющая. Ну, потому что я всегда понимаю такое, ну как это, ну пневмококовая инфекция для пожилых людей, ну как можно их не привить об этом? Ну, в этом-то и проблема. Госпитализация, день-день госпитализации стоит в Израиле в реанимации 2000 долларов, минимум, минимум. А если мы берём вакцину, которая спасает от этой госпитализации, она стоит там 10, 20, 5, 15... Все говорят, а что же там получают? Ну, вот я же здесь слышу. Вдруг государство нас беспокоится, что типа вакцины бесплатные, а маски мы покупаем. Или там госпитализация... Да потому что каждая госпитализация, это дикие деньги. Ну, это в Израиле дикие деньги, а у нас как бы в рамках бюджет же больше не станет. Вы всё равно половину купите, половину. 90% того, что вы заплатите из своего кармана. Даже этого люди не хотят думать. Даже если человек лёг в больницу просто на кровать, государство за него здесь платит дикие тоже сомнодельные. Да, да, да. Хорошо, отлично. Теперь информполитика в целом. Государственная политика в плане... Возможно ли ситуация, когда в Израиле на государственной... Просто по телевизору покажут человека, который будет вещать... Я понимаю, что врач так не может сказать, что он не врач тогда. А кто-то из политиков публично выражает сомнения в целесообразности вакцинации? Во-первых, политик не может об этом ничего говорить, потому что он не врач. Человек, который не врач, говорит о медицине, рекомендации медицинские, он уголовно преступник уже. Какая прелесть. Мне так нравится. Нет, ты не можешь, ты не знаешь ничего о вакцинации, как ты можешь о нём говорить? Ты не знаешь ничего об эспирине. У нас все говорят, у нас политика, у нас даже, знаете, как модно, у нас политики, они пишут блоги, я переболел, даю вам совет, вот как я переболел, как я лечился, как меня лечили, как меня неправильно лечили, вот послушайте, что я вам расскажу. Или у нас политики могут сказать, во всех учебниках эпидемиологии написано, что во время эпидемии прививки не делают. А можно узнать, в каком имени? Я тоже искал эти учебники, но наши кандидаты, причём это в политике государственного уровня, политики, которые рассматриваются как кандидаты в президенты потенциальные и так далее, вот они могут сказать, во всех учебниках эпидемиологии, то есть такое впечатление, что они прямо вот днём и ночью читают учебники по эпидемиологии, понимаете? Но они же это почему сказали? Потому что до этого появились люди типа врачи, типа, которые тоже рассказывали, что во время эпидемии, и ты им рассказываешь. Так что вы бредите? Полиэмилит во время эпидемии полиэмилита остановили, корь во время эпидемии оспы. Я даже записывал видео, у меня есть потрясающая книжка, 1903 года. Это когда оспа? Да, да, да. И там описано, как они оспу остановили. Во время эпидемии оспы прививать надо обязательно. И так далее. Ну, короче, хорошо. Так полиэмилит. У вас полиэмилит появился. Это катастрофа. В Израиле в воде нашли там следы полиэмилита. Там был такой скандал. Вы знаете, я честно вам скажу, что когда у нас вспышка была полиэмилита, то мне почему-то... Была. Она есть сейчас. В Европе. Это Европа. Это Европа. В центре Европы есть случаи полиэмилита. Мама дорогая. Я был уверен в том, что хотя бы для того, чтобы выглядеть нормально в глазах цивилизованного мира, да, ну это вот уж это точно повод собрать Совет Национальной Безопасности. Потому что эта же ситуация не просто угрожающая там санитарной благополучию. Страна может стать изгоем. Просто вас обнесут забором. Закроют путешествия. Как с чумой. Ну да, реально. Но это вообще ничего. Вот вообще ничего. Ну как может такое быть? Вот Рада не рассматривает тему полиэмилита. Она их не интересует. Премьер-министр не выступает. Они об этом что-то понимают. Им рассказывают то, что вот в том-то деле. Откуда берут тот же политик информацию о здоровье? Ему кто-то это в уши вливает. Но у нас политик, который говорит о здоровье, он имеет при себе своего консультанта, который озвучивает политику то, что совпадает взгляд у нас у каждого политика и свои взгляды. Что политики у нас знают сами. Они за прививки или нет? Что такое гомеопатия? Они разбираются. Это ещё один способ. Это мы отдельно поговорим. Они во всех фуфламицитах, у них вот своё мнение. И тут он берёт советник, у него появляется, который говорит ему, что гомеопатия это шарлатанство. Чего? Да меня мама всю жизнь гомеопатия лечила. Иди отсюда в задницу. Поэтому у нас политики хотят слышать то, что... Не то, что говорит медицинская наука, а то, что вот с их взглядами совпадает. Понимаете? То, что хочет слышать их электорат. Конечно. Вот и всё. А как только политик начинает говорить о том, что в ГМО нет ничего страшного, гомеопатия, шарлатанство, а прививки, способ лечения, способ профилактики самый эффективный, то его электорат голосует за другого. Понимаете? Поэтому прививки... Они молчат на эту тему вообще. Но, конечно, тот факт, что руководитель парламентского комитета по здравоохранению должен быть на трибуне с рассказом о поэлемилитии, с требованием немедленно собрать Совет национальной безопасности и эту тему обсуждать. Но это, казалось бы, очевидные вещи. Но этого не происходит. Мы пытаемся туда достучаться разными способами. Но от того, что они соберутся на этот совет, их рейтинг не изменится в стране. Электорат не станет думать от них лучше. Понимаете? А комический результат на нём... Это же только затраты. Ты же не заработаешь на этом ничего. Но в Израиле политики не могут это говорить. Человек, ты не можешь говорить о медицине. У врача есть, у меня заведующее отделение, она замечательная такая, где я работал, в Выхилов, это самый большой госпиталь. И там замечательная профессор Матот, она на самом деле гениальная, как и анестезиолог, и реаниматолог, и вообще это... Она говорит, не забывайте одну вещь. У врача есть лицензия на убийство. От вас зависит, живёт человек или не живёт. И вы не имеете права ничего сделать, потому что не забывайте, что у вас есть лицензия на убийство. Чтобы люди не поняли, что мы должны кого-то убивать, а то найдутся ещё те, которые это... А именно это громадная ответственность. Если от вас зависит жизнь, то от вас и смерть тоже зависит. У тебя есть лицензия, номер печати, бамс, как только ты поставил, ты ответственен за жизнь или смерть. Вот и всё. Это очень важно. То есть у вас очень специфическая информаборитика. То есть получается, что медицинские рекомендации публично может дать только специалист с высшим медицинским образованием. Ничего другого просто невозможно. Имеющий лицензию. Потому что он может быть с медицинским образованием, но не иметь лицензию. Как куча видео с Израиля. Я окончил Харьковский мединститут или Черновецкий 30 лет назад. Я уже работаю 20 лет. А кем работаю? Ассистентом. Короче, я понял. В гараже. При больнице. При больнице. Хорошо. Так. Ещё раз расскажите мне про вот это антивакцинальное движение в Израиле. Как оно проявляется? Кто его возглавляет? Ну, если вы знаете, конечно. Что вообще с этим происходит? Насколько это? Есть. Так. Есть. Минимальное количество. Как это можно это увидеть? 97% подоселения старше 60 лет привито. Значит, соответственно... Влияние их минимальное. Минимальное. Больше молодёжь, больше какие-то... И больше русскоязычности. Откуда они это берут? Они собираются в какие-то группы. Даже были демонстрации. Были демонстрации. Демонстрации против вакцинации? Против ограничений. Против ограничений, против вакцинации. Только от кого они... Ну, это ж надо... Двести человек пришло. Двести. Как на это реагирует государство? Да никак. Ну, пришли и пришли. Кому они там интересны? Ну, пришли двести человек там с плакатами. Ну, постояли, покричали. До свидания. Всё, да? Да. Хорошо. Ну, а если человек системно работает в этом направлении, будут какие-то санкции против него? Будут с ним разбираться? Если он врач, да. Если он медработник, да. Если нет, нет, потому что они в реале... То есть, его влияния нет. У него нет влияния, никому не интересно. То есть, я так понимаю, что решение вакцинироваться, а не вакцинироваться, это решение медицинское. Однозначно. И вы пришли к выводу, что влиять на медицинские решения реально могут только медики, правильно? Опять же, если он в паблике с открытым лицом говорит что-то о медицине, он может попасть, как я говорил, под уголовную ответственность, он не имеет права, если он не врач, он не может давать рекомендации по здоровью. Не может, это не его право. Это прописано в законах страны, да? Да, да, да. Только медицинское имеет только право. Это медицинская практика. Любые рекомендации по поводу здравоохранения, это медицинская практика. Её может давать только человек с лицензией на медицинскую практику. Ну просто хорошо. Ну вот смотрите. Я просто это регулярно вижу, мне это так интересно. Вот как бы на это регулировать. Вот человек пишет пост. Ребята, есть шикарный способ лечения коронавируса. Остановить можем за день. Коронавирус страшно боится горячей воды. Поэтому как только почувствовали першение в горле, дышим голову в кипяток, но лучше в горячий пар. Если вы туда ещё немножко соды добавите, вирус просто шкварчит на клеточках ваших. Вот вы за день будете здоровы. Он не врач, он слесарь. Может попасть. И мог он наказать. Может приехать полиция. Может приехать полиция. Но чаще всего до того, как приезжает полиция, находятся люди. Это же способ заработка. Которые говорят, что мы сделали так, как он сказал. И у нас вот у меня... Ожог слизистый. Ожог слизистый. И у меня глаза щипят. И я вообще зрение потерял. Он идёт к адвокату. Адвокат пишет письмо. Ему делают за то, что он причинил вред здоровью. И он платит деньги. Это целая профессия в Израиле. Таких людей выискивают, таких дурачков, которые... Которые дают ценные указания. Понятно. Хорошо, Борис. Отдельная тема, которая... Ну, давай продолжим уже с вакцинацией. Самый главный вопрос по вакцинации. Вакцинация переболевших. Если открываем ВОЗ. ВОЗ говорит, если вы перенесли, вакцинироваться в максимально короткие сроки. Всё. То есть, ну что такое, вот как это понять? Вот как в Израиле? Вот человек выписан из стационара. Вот он невакцинированный. Попал в больницу. Перенёс коронавирусную инфекцию. Выписан домой. Отпустили домой. Вопрос. Когда ему прививаться? Неделя после того, как прошли симптомы. И всё? Всё. Никаких антител не проверяют. Ничего этого не делают. Это всё бродить вокруг да около. Есть рекомендации Израиль. CDC – это американская ассоциация по борьбе с инфекционными заболеваниями. ВОЗ. Рекомендовано вакцинироваться сразу же после того, как выздоровел. Всё. Вакцина не может быть триггером активировать болезнь ещё сильнее. Это вообще не связано. Если так мы посмотрим, то люди же каждую секунду, что мы пьём воду, что мы дышим и так далее, мы вырабатываем антитела. И вакцина в данной ситуации тоже выработка антитела. И всё. Всего лишь. Это всего лишь вакцина. В том-то и дело, всего лишь вакцина. И если делать из неё какие-то танцы… У нас это реально монстр, монстр, которого все боятся. Это страшно. Вот понимаете, вот десяти антибиотиков на ровном месте никто не боится. Вот меня это просто… Причём никто не спрашивает. Со стероидами. Да это вообще отдельная тема. Антикоагуляция. Антикоагуляция плюс чего-нибудь для иммунитета, чего-нибудь от диспактериоза, чего-нибудь, чтобы быстрее заживало. Ну и, короче, чтобы мозги лучше работали, ну и от аллергии обязательно, потому что может посыпать. При этом никто не говорит, а где ваши гарантии? Где ваши гарантии? Или там дайте, пообещайте, что у меня не будет отдалённых последствий, что я смогу размножаться после этого лекарства обязательно и так далее. Хорошо. И так, собственно говоря, говорить тут не о чем. Вообще не о чем. Переболел через идиот, как только ты можешь дойти. Хорошо. А если человек получал 10 дней гормоны? Ждут неделю после того, как он закончил лечение и симптомы, неделю ждут, и всё. Гормоны же, если они снижаются, же ступенчато, чтобы не было надпочечного... Кстати, в течение какого? Вот 10 дней человек получает 6 миллиграмм. Как долго уходим в ноль? Нет, всё. 6 миллиграмм не такая большая доза. То есть, можно уйти в один день. Уйти сразу. Да, да. Там не будет адреналового криза или кризиса надпочечника. Хорошо. Кстати, ещё один вопрос, чтобы мы уже заканчивали эту тему, мы не обсудили, когда человека выпишут. Когда его отпустят домой из больницы? Когда у него стабилизируется состояние, оно позволяет не применять какие-то лекарства, которые нужно давать в больнице. Если у человека даже сатурация, допустим, 89, 88, неважно. Но это уже стабильно, он не ухудшается. И у него нет активной болезни. Выписан человек, последствий вроде как нет. Какая будет реабилитация? А тут в зависимости, как у него поражение. Если у него поражение лёгких, то это будет лёгочная реабилитация, которая специальные центры. Так же, как и реабилитацию делают. То есть, сейчас эти центры созданы какие-то особые? Или они были уже? Нет, ну они были же у людей, которые отменяли кто-то хронически обструктивные заболевания лёгких, астма. Ну просто при коронавирусе же нагрузка на такие центры увеличилась тысячекратно, наверное. Нет. Ну в Израиле нету такой тысячи... Ну сколько? В Израиле умерло в общей сложности сколько там? 7 тысяч человек. Не увеличилась смерть. Это то, что у нас за 10 дней. Да. Да. В том-то и дело. У нас не увеличилась средняя смертность по стране. Не увеличилась просто. У нас нету, не было завала. У нас не было заваленной больницы вообще никогда. Пока не было вакцины, у нас были локдауны. Притом то, что у нас локдауны в Украине это был детский сад, а не локдаун. Это смех. У нас 500 метров нельзя было отойти от дома. Штрафы, переезды. И так далее. А сейчас просто нету больных. Реально нету больных кому это. А ещё очень важный момент. Очень многих людей не лечили. Потому что многих нужно сейчас у вас реабилитировать. Не за того, что не из-за коронавируса, а потому, что их лечили. В том-то и дело. О том, что давали всё то, что нельзя, и ещё немножечко сверху. Хорошо. А тогда, если уж вы немножечко информированы уже, как частый гость в нашей замечательной стране, по том, что примерно делается в стационарах у нас. А можете вы так, навскидку, вот то, что вам бросилось в глаза, перечислить основные ошибки по-вашему? Начало лечения антибиотикотерапии. Это однозначно. Это громадно. Это то, что эту проблему, которую вы будете тянуть за собой годами теперь. Годами. Это 2019 год, 700 тысяч смертей от антибиотикорезистентности в развитых странах. То есть, это Америка, Западная Европа, Израиль, Япония. 700 тысяч. Если мы возьмём другие страны, то надо умножить это на 4. Это равносильно смертям от коронавируса. То есть, от того, что... А тогда не давали столько антибиотиков. А сейчас умножьте это на 10. Кошмар. Да. Вот. Второе. В стационаре нету лекарств, которых не существует в протоколе, в принципе. Там лекарства всего 5 штук. В общей массе всего этого. Это стероиды, антикоагуляция, антибиотик, когда лейкоциты выше 15 тысяч. Ремдисевир. Ну, ремдисевир. И всё. Больше нету лекарств. А куча каких-то непонятных названий, которые я когда смотрю, даже просто не знаю, о чём это речь идёт. Таких не существует в мире вообще лекарств. Плазма, от которой ушли. Хорошо. Вот эти вот фокусы про ивермектин, например. Что с ним? Я понимаю, Боря. Я понимаю, что бесит. Ну, скажи два слова. Хороший препарат. Для лечения коров. Для лечения коров. И даже для людей паразитарных инфекций. Никогда его не встретили. Но. Делали исследования по нему. Терапевтическая доза этого препарата в 200 раз превышает токсическую дозу для человека. То есть, чтобы его вылечить, надо дать в 200 раз больше, чем его убить. То есть, надо создать конкуренцию между попыткой убить препаратом и попыткой убить коронавирусом. Кто победит? И басни про то, что кто-то не пускает его. Дексаметазон стоит гораздо дешевле, чем ивермектин. И он показал свою неэффективность. Делали исследования. Если вы думаете, что не делали исследования, вот граждане, вы думаете, что не делали исследования по фамададину, по трайкору, по аспирину, по витамину и так далее, то вы глубоко ошибаетесь. Делали по всему исследования, и то, что эффективно показали, то, что никто никуда на полочку не кладёт. Во всём мире страховая медицина. Во всём мире человек не покупает деньги. А страховой компании важно, чтобы человек меньше лежал в больнице, чтобы он меньше тратил денег на лекарства. Если можно плёвком в лоб вылечить человека или дать ему аспирин, и будет эффективно, то страховые компании будут настаивать, что надо плевать в лоб, а не давать аспирин. Поэтому это всё басни во всём мире лечат реально. Стараются удешевить лечение, а не удорожить. Если бы он был эффективен, мы бы его все жрали. Хорошо. Лонгковид. Актуальнейшая тема, я так понимаю, сейчас. У вас. У нас. Ну, у вас меньше коронавируса, меньше лонгковида. Я понял. Но, тем не менее, есть ли какие-то стандартные рекомендации по лонгковиду? Тут важно распределить несколько вещей. Что такое лонгковид? Какие? Если мы имеем поражение лёгких, это одно. Нет, это восстановление, естественно. А есть психиатрические моменты. Надо отдиагностировать. Вот это, когда мы перенесли коронавирус, объективно лёгкие восстановились, сатурация нормальная. Но человек реально испытывает слабость, недомогание, психические расстройства, депрессия какая-то, полная потеря работоспособности, сонливость или наоборот бессонница. Он бросается на окружающих. Болит сегодня одно, завтра другое. Сегодня заболела голова. Обследовались, ничего не нашли. Заболело сердце. Всё нормально. Заболели суставы. Всё нормально. То-то одно, то второе. Мы понимаем, что это всё последствия коронавирусной инфекции, но пощупать эти последствия не получается. Типа как фибромиалгия тоже. Он болит всё тело, а где и почему, и ничего найти не может. Вот примерно так. Да, есть. И это лечат специалисты по боли в основном. Также неврологи лечат. Специалисты по боли – это аностология, реанимация и боль. Очень плотно используются это канабиоиды. Это отдельная тема. Я хочу с тобой эту тему обсудить. Да. У нас, к сожалению, этого сейчас нет ещё. Так, что мы можем ещё? Это в основном, ещё раз, смотри, это как у нас принято говорить, там, санаторно-курортное лечение. Нет такого у нас. Я понимаю. А у нас? То есть мы можем дать рекомендации таким людям? Больше быть на свежем воздухе. Ну это да, это однозначно. Оторвать жопу от дивана. Это понятно. Умеренные физические нагрузки. Ну фитнес тот же. Это однозначно. То есть это всё. Спорт, общение и как можно больше и так далее. Дальше. Многим нужны антидепрессанты. Теперь вот вопрос. Кстати, по поводу тех же антидепрессантов. Мы реально понимаем, что в нашей стране количество Психиатров или вообще количество психотерапевтов крайне невелико. Вот вообще, более того, у нас есть очень серьёзная ментальная проблема. Пойти к психиатру. Да. Что если соседи, не дай богу, узнают, что ты ходил к психиатру, так ты же психический. Ты же больной на голову. Да, больной на голове. Это самое страшное, что у нас может быть. То есть мы реально видим эту проблему. И мы реально понимаем, что если есть там два варианта лечения, психотерапия, то есть общение, внушение и так далее, и лечение медикаментозное, то в нашей ситуации нет возможности для поговорить. Вот в нашей ситуации реально надо, чтобы семейные врачи понимали алгоритмы лечения депрессии, панических расстройств, и умели использовать инрибитеры обратного захвата, и так далее. Это всё, что нам по большому счёту надо. И это, собственно, то, с чем я обращаюсь, о том, что это фундаментальная задача МОЗ – перевести лечение депрессии панических расстройств в сферу деятельности семейного врача. Это его задать. Это у нас так. Уймись, Боря, когда ты говоришь «это везде так», это значит есть оазис, где это не так. Понимаешь? Не так. Так оно так и есть. Есть оазис, где это не так. Ну вот, что мы можем делать? Я надеюсь, они уже слышат что-нибудь. Это же очень просто. Отдиагностировать такие состояния – это просто. И семейные врачи… Есть вопросник, задали вопросы. Да, там есть шкала определённая, заполняешь, смотришь, баллы. Смотришь. Почему? Потому что люди очень часто обращаются и боли в животе, и они не могут это. Им ставят панкреатиты и начинают усиленно лечить панкреатиты с 12 лет. С гастритами. Пить надо меньше. Вот. А да, это семейный врач пришёл, выписал тот же СССРА-ингибитор обратного захвата серотонина, и к этому отношение нормально. Выписал каннабиоиды. Сейчас новая тема пошла. Это нальтриксон, лоудоз нальтриксон есть такая. Очень интересные вещи даёт, показатели. Ну, мы не можем даже это обсуждать, потому что нам это лечение, варианты лечения. Хорошо, коль скоро ты уже это затронул, скажи, пожалуйста, а что правительство Израиля принимало какой-то специальный закон о марихуане, о каннабиоидах? Или это решало на уровне, там, ну, есть препараты, да? Есть комиссия по препаратам. Первое, это сейчас новая есть вещь, чтобы дать, покупать и легализовать как можно больше каннабиоидов, что я не знаю, насколько... Под каннабиоидами ты понимаешь. Траву. Это лекарственные... Это лекарство? Это лекарство. Каннабиоиды – это лекарство. Та же марихуана – это лекарство. Лекарство. Это лекарство. Оно в каких-то определённых лекарственных формах? Или это сигареты? Есть и сигареты, и тем, кто нужен онкологическим больным или таким больным, или людям с посттравматическим стрессовым расстройством, кстати, который многие лонковиды очень похож на посттравматическое стрессовое расстройство, и да, им привозят на дом. Траву привозят на дом. Кому-то в масле. Я просто одного не могу понять. Ну почему опиоиды вот в Украине можно? Так и опиоиды у вас нельзя, как у нас. Нет, так у вас любой врач может. Во, я напишу на туалетной бумаге правильно форму рецепта. Ладно, чтобы ты поставил свой рецепт. Печать, да, и правильно написал, на туалетной бумаге отдал, аптека дала опиоид, всё. Ну просто у нас, реально получается, опиоиды всё-таки определённые врачи с тремя печатями, с треугольной печати учреждения, ещё что-то неважно, ещё всё надо. Ну нет, у нас понятно, у нас есть определённые сложности. У нас есть люди, условно, которые борются с наркотиками, допустим, да, полиция, допустим, да, и выясняется, что поймать врача, который что-то лишнее, намного легче, чем человека, который там закладки делает, там, который... То есть вот того бандита, который полшколы посадил на наркотики детей, его поймать намного труднее, чем одного врача, понимаете? А у них там, как Высоцкий говорит, там план, давай хоть задавись, а если перевыполнять, так их там награждают. На весь золото там вор-рецидивист. Понимаешь? Вот это классика. То есть я примерно могу понять этот механизм. Я не понимаю, почему вот для того, чтобы... Просто у нас было недавно обсуждение того, что надо принимать какой-то специальный закон, чтобы в стране больные, которые нуждаются в лекарствах на основе каннабиса, могли их получить. То есть, ну по логике, но если есть лекарства... Это лекарство. Это лекарство. Мы же не говорим о том, что надо всех... Это врач должен выписать. Врач выписать. А ваша задача... Есть лицензия, ставь печать, ты ответственный, вперёд. Всё, вот... Но они хотят какой-то специальный закон внести, что можно было всю страну засеять марихуаной для личного употребления. Я не знаю, что они хотят. Они просто издеваются над народом, понимаете? Кстати, это невозможно. Вы знаете, как марихуаны вообще выращивают? Я не очень большой специально. Не выращиваются специально. Есть контейнеры. Для чего? Для того, чтобы, не дай бог, не заметил... Боря, а вам не кажется, что может возникнуть сложность большая, что вот вы сейчас рассказываете, как выращивать марихуану, а послушают и потом скажут, комаровский, собака бешеная, да? Я пригласил эксперта, который по телевидению, тут у него его канале. Он официально занимался пропагандой. Закройте рот, Борис, пожалуйста. Всевал всем. Что-то там сказал про закрыть, какая-то птичка прилетит. Тихо! Не надо выращивать ничего. Канада же... Всё. Канада чемпионы мира. Это их проблема. Хорошо, давайте... Пока мы не победим коррупцию, давайте мы будем покупать канабиоиды. Хорошо, да. У Канады. У Канады. Там наша диаспора... Но хотя бы что-то, хотя бы что-то было. Да, да. Ну, опять-таки, я не понимаю, почему этот вопрос нельзя решить на уровне, там, элементарно, премьер-министра, правительства, комитета, рады, просто решить это за... Собрать Совет национальной безопасности, который координирует эти все вещи и решить... Кто-то должен это рассказать. Они сами не понимают. Они же не могут знать в медицинском канабиоиде ничего. Им должен рассказать их врач, как мы говорили, тот, который их консультирует, то-то, 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 он же не будет сейчас сидеть и читать психиатрию или действия, там, МУ-рецепторов или других рецепторов, или НМДА, неважно, да? Он не будет это читать. У него должен быть врач, консультант, который это расскажет. Но если ему консультант рассказывает про то, что своё мнение выдаёт, абсолютно своё, естественно, он никогда не будет понимать, что такое канабиоиды. Ну, у нас даже есть специальные заслуженные врачи. Кстати, у вас есть заслуженные врачи? Нет такого. Тьфу до вас, как вы вообще живёте? Правда, нет ни одного заслуженного врача Израиля. Боже мой, позорище. Просто позорище. У нас вот есть, у президента есть там знакомый, там врач, например, он может быть заслуженным врачом. Это классно. У мэра есть друг, он подаст ходатайство, и его друга сделают заслуженным врачом. Это я просто... В мире доказательной медицины? Не бывает... Регалия, регалия не имеет никакого значения. Поэтому у нас не приживается доказательная медицина, потому что у нас крутой врач это тот, у которого в подчинении есть 10 врачей, а самый крутой врач, у которого все врачи в подчинении, который может из них верёвки убить. Понятно? И говорить им, кому заносить в какой кабинет. Ладно, продолжим. Вне всякого сомнения, на фоне лонг-ковида мы видим... Ну вот именно коронавирусная ситуация привела к тому, что мы имеем массовое обострение других болячек после коронавируса. Наверняка сейчас нагрузка на семейных врачей увеличилась, но у нас так точно. И мы видим реальные проблемы, забиты все больницы, все ресурсы здравоохранения брошены фактически на это всё. Есть какие-то у вас статистика какая-то, что сейчас в Израиле, что доминирует? Или особо именно потому что... У нас вообще ничего не изменилось. Ну вот в том-то и дело... Понимаете, когда рассказывают, что у нас то, что мы чувствовали, что закрылись больницы, это было два месяца в 2020 году, и всё. У нас за это время не было неотменено никаких плановых операций, у нас вообще ничего. Росты онкологии сейчас нет? Нету никакого, ничего нету. Ничего нету. Как онкологию лечат, так и лечат, и тоже по протоколам. И не означает, что надо срочно лечить или срочно не лечить, нужно делать как положено. Во всей медицине. Просто сейчас есть ещё, я вам объясню, сейчас есть такой нюанс. Смотрите, из-за того, что очень сильно притормозилось оказание плановой помощи, ну у нас так, у вас нет, а у нас так, то значительное количество людей... Смертность. Да, не получила лечения по поводу онкологических заболеваний сердечно-сосудистых. Естественно, в этих группах резко возросла смертность. И я просто уже слышу, мне получают письма с вопросом, а правда ли, что после коронавирусной инфекции резко вырастает риск онкологии? Нет. Нет, не возрастает. Но вы абсолютно правильно говорите, не получают. Это Гарвард сделал, кстати, очень большое исследование, что в тех странах, где не могут справиться с пандемией, там вырос очень сильно другие заболевания, как сердечно-сосудистые, онкологии и так далее, не за счёт... И психические, конечно, 53. Всё, я закончил пока всё, что связано с коронавирусом. Но я же тебя так не отпущу, коль скоро. Давайте мы сделаем к этому видео подробнейший тайминг. Людям совсем не обязательно будет смотреть всё подряд, но мы сможем поговорить о том. Итак, о чём я хочу поговорить? Что у вас? Тема реклама лекарств. Что с этим в Израиле? Врачи не могут... Нет, а вот по телевизору есть реклама? Те безрецептурные – да. И это парацетамол. Но она не запрещена, в принципе. Она не запрещена, но её очень мало, нету почти. Это вот спрей в нос, это водичка для промывания носа, и есть ограниченное количество времени, которое может быть реклама. И парацетамол... Ну, то есть она не запрещена, она присутствует в СМИ, всё. Просто у нас это... Я вам объясню, у нас тоже нельзя рекламировать рецептурные препараты. Нельзя, однозначно. Но безрецептурные показываются, есть реклама. И просто дело в том, что там до 30%, то есть 40% бюджета СМИ... Она на лекарствах. Она на лекарствах. У нас гораздо меньше. И там не можешь ты выдавать лекарства, типа что при простуде, то-то, то-то. Там очень ограничены те слова, которые ты можешь говорить. Для снижения температуры, парацетов, всё. Ты не можешь сказать, вот это противовирусный, потому что его нет. Его нету просто. Просто у нас это очень актуальная проблема в том плане, что если запретить рекламу лекарств... Надо закрыть телевидение. Ну, фактически телевидение становится абсолютно управляемым. Понятно? То есть, хоть намёк на независимость СМИ, фактически у нас фармоотрасль обеспечивает независимость средств массовой информации. Хотя бы хоть такую-то коммертирую. И заодно проводят фуфломицину. Ну, естественно. Потому что, конечно же, фуфломицин автомвалом. Это вне всякого сомнения. Ну, просто у нас эпизодически пытаются это запретить полностью. Ну, чтобы сделать... Ну, тогда будет контролировать. Да-да-да. Хорошо, с этим понял. А что бывает с рекламой рекорд в интернете? Ну, я объясню. Вы понимаете, для меня это очень волнительная тема, потому что от моего имени регулярно... Ну, в Израиле же я видел, в Израиле доктор Комаровский рекомендует то ли от сердечно-судистого заболевания, то ли там от геморроя... Ну, это всё же на русском языке или на еврейском? На русском. На русском, да. Но тоже прямая реклама запрещена вот таких препаратов. Это такие сайты, пираты и так далее. Так нет. Ну, хорошо. А вот что бы было, если бы, например, вот вы, да, вот вы, житель Израиля, да, врач лицензируемый, и вы вдруг увидели в вашей стране, вот вам прислали, говорят, и вам позвонил друг, и сказал, Борь, там ты советуешь лекарства от простатита волшебная, или, Борь, ты там говоришь, что если у вас повышенное давление, выкиньте немедленно все лекарства, которые вам назначил семейный врач, а примите вот это вот, да, и ты полез бы по ссылке и увидел, что есть сайт, где твоя морда, типа даёшь ты интервью, и вот что бы ты делал в Израиле? Ну, адвокату бы позвонил. И? Ну, если этот сайт не пиратский, а где-то есть какие-то люди, которые живут, естественно, бы это закрыли. Во-вторых, кстати, есть регуляция специальной интернет, что такие сайты закрываются сразу же. Что вы говорите? Да. И второе, это, извините, это деньги. Ну, это же огромная репутация. Это же потери вашей репутации. Вы же должны что-то... Адвокат. А полиция вообще, она занимается этим? Ну, конечно, конечно. Это же подаётся и в полицию, тому это очень много. Ну, хорошо, но я жалуюсь в полицию, но лет 10 уже на это всё. Они как торгуют от моего имени, так и торгуют. Ну, у нас чуть-чуть побыстрее. Хотя тоже полиция не будет, но когда есть адвокат, и когда адвокат видит деньги, которые надо тоже... Он же с этого получит. Да, он же с этого получит, поэтому это всё делается быстрее. Хорошо. Вот теперь очень... Ты только, пожалуйста, когда я задаю вопросы. Понятно, что они иногда очень риторические для тебя, но для нас это очень актуально. У нас есть такая поговорка, она наверняка тебе известна. Сколько врачей, столько мнений. То есть, если ты пошёл к врачу, и врач что-то произнёс, ты это записал, на ус намотал и пошёл к другому врачу. И будешь ходить по врачам, пока он не скажет то, что ты хочешь. Вот него услышать, в конце концов. Как с этим в Израиле? Там, где есть моё врачебное мнение, там нету медицины. Ещё раз. Есть протоколы, есть всё сделано на миллионах людей. И поэтому вот при этом заболевании вот это делается, при этом вот это, а не наоборот, они крестики-нолики. Это не игра, это не карта, это не магия, это медицина. И исследования проводятся постоянно, проводились и находится наилучший способ лечения. Не из моей головы, потому что ну вдруг я больной на голову врач. Я такое могу напридумывать. И человек это сделает, и я его взял и убил. Вот и всё. Просто всё время пытаешься объяснить людям вот это, а до них это никак. Вот условно говоря, ты приходишь к врачу с ребёнком, который не дышит носом, и врач говорит, вам надо удалять аденоид. Но вам аденоиды удалять не хочется. Поэтому вы идёте к другому лору, который говорит, ну, давайте не будем удалять, давайте полечим. Пока они сделают лазер, промывание позвоночным отжимом черепахи со Средиземного моря и только. Ну, там не просто Средиземное море, там определённый залив Адриатики на самом деле. И ещё глубина. Глубина. Да, да, очень важно. Это должна быть правильная черепаха, чёрная в белую крапинку. Ну и так далее. Вот и люди, причём к каждому врачу, они не идут просто так. Они идут туда ещё и с конвертиком. Понимаете? И пока они наконец найдут врача, который скажет, нет, удалять не надо, давайте вот это капать. Ребёнок ещё полгода походит вот таким вотом. Потом они... Получат осложнение ещё. На уши обязательно, да. То есть теоретически, чтобы люди просто понимали, что когда есть стандартная жалоба, ребёнок не дышит носом, да, то теоретически у врача должны быть определённые... Потому что самое частое проявление в определённом возрасте – это аденоиды. Всё, за что думать? Подошёл, посмотрел, сделал небольшую это, всё. Всё понятно. Всё, удалили, закрыли тему. Хорошо. У нас так нет. Хорошо. То есть сколько врачей, столько мнений, это к цивилизованной медицине отношения не имеет. Стандартная ситуация, одно правильное мнение, регламентированное медицинской наукой, утверждённое соответствующим образом этом государство. Вот протоколом этого государства утверждённое, правильно? Да. Отлично. Хорошо. Странно как-то у вас всё. По-еврейски. Да. Скажи, пожалуйста, я понимаю, что это нарушение закона, но вот если вдруг выяснится, что некий врач назначил лекарство и за это назначение этого лекарства получил 15 процентов… Уголовная ответственность. Он перестанет быть врачом? Да, он перестанет быть. Это запрещено. А уголовщина в тюрьму пойдёт за это? Скорее всего, да. Это прямо запрещено. А если некий врач получил 15 процентов от лаборатории… Боря, повторение… То же самое. Пойдёт в тюрьму. То же самое. Хорошо. А если… Ты не можешь получать от КАП, потому что у тебя есть личная заинтересованность. В лечении ты не имеешь права пользоваться принципом личной заинтересованности. Если это так, то это называется конфликт интересов. Конфликт интересов это уголовное преступление. А если я, допустим, знаю, что вот у Бориса Бриля в клинике такой-то, да, есть там особый УЗИ-аппарат с уникальным там разрешением, у меня не такой, и я сказал своему пациенту, слушайте, сходите к Борису Брилю, скажите, что вы от меня, он там вам сделает УЗИ, вы ему дадите там денежки, а Борис Бориль мне за это процентов 15 отдал со своего пациенту. То же самое, это нельзя. Мы оба по себе пойдём в тюрьму за это? Ну да, да, да. Это оба. Это нельзя, ты не можешь управлять в соответствии, если, если да у этого человека. Если это в прайсе, да? Нет, но если у этого человека единственный аппарат УЗИ, который, да, нужен в данной ситуации, допустим, когда делают скрининг на 13 неделе беременности, скажем, да, когда измеряют расстояние от, получается, кожи зародыша, ну вернее, до измерения для того, чтобы исправить и исключить синдром Дауна. Есть аппараты более современные, есть аппараты. Если ты отправляешь, и да, там этот, который точность там составляет, скажем, 1,2 сантиметра или 6 миллиметров, ой, 1,2 миллиметра, тогда да. Но если этого нету, то это уголовно. Нет, ты направляешь, но ты не имеешь с этого денег. Денег, конечно, не имеешь. Это ты должен, это не вопрос. Денег не имеешь однозначно. Ещё раз повторимся, любой финансовый контакт между врачом и аптекарем, врачом и работником лаборатории, врачом и другим врачом, это криминал, это уголовщина чисто. Это уголовщина. Хорошо. Принято. Тут опять же, а если, потому что можно доказать, что ты это сделал, потому что вопреки лучшему медицинскому обслуживанию, что сыграло роль финансовая, а не медицинская. То есть, как мы ещё говорим, врач должен думать о лечении, а не считать деньги в голове. Хорошо. С этим всё понятно. Большое вам человеческое спасибо. Расскажи нам, пожалуйста, известны ли в Израиле такие общепринятые у нас методы лечения, типа банки, горчичники, парить ноги, ингаляции над картошечкой. Ну нет, этого нет. То есть, бабушкины методы каждый может испробовать дома, кому-то пластырь поможет, кому-то банка. Ну, в общем, конечно, нет, врачом это не может быть назначено. То есть, в принципе, врач не может такое позволить. Ну как это можно? У тебя вот компьютер, у тебя есть... Ты же не пишешь от руки. Ну, можешь написать от руки. Ну, вот ты сидишь, я сижу в поликлинике, у меня есть система, называется Кликс. Я захожу, ставлю диагноз. У меня выходят лекарства, там, списки. Я ввожу две буковки, там, Амоксиклав или, неважно, там, Аугментин. У меня нету банок, там. Хорошо, стоп, тогда сейчас ещё более коварный вопрос тебе задам. Сейчас. Только не удивляйся, ладно? Вот ты работал... Сколько лет ты работал семейным врачом? Ну, пять. Пять лет, да? А сколько у тебя семей было? Много. Там, получается, от деревни Абугош районе 20 тысяч людей. Поделим, что там есть несколько... То есть, у тебя было 20 тысяч... Ну, там, пять тысяч, пять тысяч семей. Семей, да? Пять тысяч семей. Не, не семей, людей. Пять тысяч людей. Пять тысяч семей – это 20 тысяч, это очень много. Да. Пять тысяч людей было у тебя, да? Скажи, пожалуйста, а сколько ты знал семей, у которых дома был небулайзер? Да, не знаю. Нет, есть те, которые, детки, когда, ну, вот... Астма? Ну, астма, когда какие-то частые, вот если у кого-то... Ну, а зачем ему ингалятор? Он же может использовать... Да, он может. Я говорю про прибор для ингаляционной терапии, который называется небулайзер. Ну, нет, это очень мало... А сколько раз ты говорил пациенту, тебе надо купить небулайзер? Нет, ну, зачем? Он может прийти и у меня в поликлинике-то сделать. А что он будет делать небулайзер? Если нужно будет, допустим, если у него, там, мы даём его на 3-хлор 0,9% детям, у кого сопли, чтобы для облегчения... Нет, так это же не небулайзер, это обычный ингалятор. А небулайзер чем у нас? Небулайзер – это мелкодисперсный аэрозоль, который полинекает в лёгкие. Не, ну, оставьте. Мало, конечно, мало покупается. Только у тех, у кого он именно требуется. Но они же надо чем-то им дышать, ты же заодно должен выписать ещё и лекарства. Конечно, конечно. А так есть и пафы, есть же эти пафы сейчас филипсовские и так далее. Да, они маленькие. И всё, да, на этом всё. Ну, просто вот вы не понимаете. Вы какие странные все. Ну, как это ребёнку вот это издевательство делалось? Это так он поставил, он вдыхнул. Ну, и Беби Хайлер, масочку ему всё. Вопрос в у меня когда-то, когда на одной встрече у меня было тысяча человек в зале, и я увидел огромное количество вопросов, типа, а какой небулайзер вы нам посоветуете, и так далее, и так далее, и так далее. Я спросил, а ребят, поднимите руки, у кого есть небулайзер? Из тысячи человек было, может, десять. Кого его надо? У кого его нет? Не, ну вот из тысячи человек может быть десять, у кого нет. Кому он нужен? Ну, я просто хочу, чтобы вы хотя бы, вот когда вам говорят, вам надо купить небулайзер для лечения соплей, или ОРЗ там ваших, да? Есть водичка. То вы хотя бы, чтобы вы задумались хотя бы, ну, хотя бы пришли там к доктору Комаровскому, посмотрели программу про ингаляционную терапию, про то, зачем нужен небулайзер и так далее. Хорошо. Борь, не удивляйся, но это такая вот у нас... Хорошо. А что будет? Вот реально, мать или некая бабушка, она парит ребёнку ноги. Зачем? Это другой вопрос, но она их парит. Я, например, вот смотри, я ничего не имею против, если мама решила, например, да, что тёплый шарфик на шею, он облегчит лечение больного горла. Вот пусть она так решила, допустим, да. Но я точно знаю, что от того, что она ребёнку на шею намотает шарфик, этому красному горлу ни хуже, ни лучше. Лучше вообще не будет. Это ничего не изменится. Ну, хорошо. Часаться только шея будет. Ну, может быть. Да, но она ещё эту шею таким барсучим жиром. В Израиле нет барсуков? Нет, и жира тоже. И жира тоже. Ужасно. Ну да, это вообще не кошерный, наверное, какой-то продукт. Хорошо. Другой вопрос. Я просто к чему? Очень часто родители совершают действия реально опасные. То есть, когда ребёнок дышит горячим паром над кастрюлей, он над картошечкой дышит, или просто соды туда насыпает. Это может нанести время. Даёт ожоги дыхательных путей. Если ребёнку парят ноги, и у него ноги в тазике, и туда наливают кипяток, и ребёнок, слушай, рядом дёргается ногой и попадает под этот кипяток, и дети потом идти с ожогами. Вот как реагируют врачи? Социального работника вызывают. Но если мать совершает реальные действия, которые могут... Объясняют. Стараются объяснить. Нет, вызывают. Если мать... Это же ребёнок, у него есть права, тогда вызывают соцработника, пытаются как-то объяснить это всё дело. Просто у нас надо в половину семьи, у нас соцработника, у нас столько же. У нас просто понимаешь, какая ситуация? Мы с Пушей рядом ловимся на следующем. Вот смотри. В медицине есть протокол, допустим. Ну вот у нас есть, допустим, детский сад. Обычный детский сад. Есть утверждённые государством санитарно-минедические нормы для этого сада. И там в этой нормах написано, что в садике должна быть влажность 40-60%, температура не выше 22%, что в спальне должно быть 18% и постоянное сквозное проветривание. Но директор этого садика считает, что там должно быть 28%, да, и все и гулять не надо, потому что моросит, и так далее, и так далее. Вот как быть в такой ситуации? Ну вот кто в Израиле, это государство контролирует в принципе параметры, или это просто не может прийти в голову директору детского сада, что такое возможно? Ну нет, ну в Израиле вообще проще ко всему, у нас дети целуют пол и так далее, потому что таким образом они нарабатывают иммунитет. Так это прекрасно, мы это... А как нет? В Израиле, кстати, садики такие, они чуть-чуть бомжатные, но в общем-то нет. Если что-то положено по закону, то будет положено по закону. Если, допустим, должна быть температура для маленьких детей ниже такой-то, никто не будет включать температуру выше. И я понимаю прекрасно, что если в садике эти условия не соблюдаются, то опять-таки есть адвокат, на которого любая мама пожалуется, и им мало не покажется. Это почему нужна реформа судебной системы, чтобы вы их услышали. Вот он занимается, президент, пусть занимается, это очень важно. Мы без этого ничего сделать не можем вообще в стране. Круто с тобой, Боря. Только гадости ты какие-то говоришь про нашу жизнь. Хорошо. Может, насколько сейчас в Израиле распространены консультации по интернету, по телефону? Сейчас распространены онлайн-консультации довольно часто дают, потому что для сокращения прихода людей существуют специальные программы, существуют специальные аппликации, которые там больничная касса кололицами большая ввела, и даже осмотр детей. И это, в общем-то, распространено, да. Я просто вижу сейчас, и, кстати, ну, я вот видел, например, прибалтийские, белорусские, израильские разработки, и они просто все эти люди были у меня здесь, показывали эти образцы, я их смотрел, тестировал. Особый, условно, комплект, который позволяет там послушать ребенка, заглянуть в горло, заглянуть в ухо, измерить температуру и так далее. Все это в единую программу подключается блутузом к смартфону, то есть ты, условно говоря, ты врач, у тебя есть пациенты, да, ты пациенту дал это устройство, у каждого пациента это есть, и пациент может связаться с тобой, показать, сфотографировать, записать, распространено. Это сейчас и набирает, то есть это некий вариант телемедицины, онлайн-медицины, это развивается. Да, однозначно. Я так понимаю, что это тоже и у нас. Однозначно. Просто нельзя, конечно, попальпировать, есть много вещей, которые не можешь, но есть базовые какие-то заболевания, которых там 60-70 процентов. Да, 99 процентов, с чем имеет дело педиатр, откройте рот, повзалените в ухо, да, и все понятно. Посмотрел, есть гнойник, нет гнойника, а есть наружный артит, срединный артит, неважно. Ты смотришь, закинул голову, ты уже видишь, есть лимфоузел, нет лифоузел. Конечно, во, в том-то и дело. Да, конечно. Но я так утрирую, говорю, так это мягко. Просто я постепенно, у меня такое впечатление сейчас создается, вот лично у меня, что имея некий центр телемедицины, причем которому не обязательно находиться в Киеве, он может быть в Тель-Авиве, понимаешь, мы можем не натворить глупости в 90 процентов случаев лечения, понимаете. Я просто вам всем говорю, ребят, ну вложите в это деньги. Ну вы. Я пока мы тут реформируем, но это очень перспективно, потому что куча народу будет готова, им проще связаться с врачом международного уровня, который не будет придумывать лекарства, который будет лечить по протоколам. Просто вы, это клиника международная, которая будет оказывать на понятном языке помощь, просто вам все, что надо. Инструкция родителям, что у вас должно быть в доме, это гораздо проще. А теперь как выписать лекарства? А теперь, ну на самом деле, на сегодня вообще никакой проблемы выписать лекарства. Вы сказали, вам надо вот это, пойдите в аптеку, они пойдут и купят. Все, кроме конобиоидов. Да, все, практически все. Но теперь вопрос очень актуальный. Проблема фальсификата, лекарства фальсификата в Украине, это какой-то бич. То есть, да, ты сталкиваешься с этим постоянно. Я, да, речь не о фломицинах. А именно подделки. А идет о том, что вот этот сироп, понимаете, он вообще не работает. Вот, например, знаменитый тот же сироп лактулозы, сироп лактулозы, у меня все время аналогия как с водкой, я сейчас тебе расскажу. Паленой. Да, вот как только, я объясняю, как только появляется в Украине новая водка, вот которая еще не была в продаже никогда, она всегда шикарная. Но как только народ эту марку разнюхал, распробовал, разобрался, тут же вот в этих бутылках уже будет другой уровень спирта, другой уровень очистки. Мне люди, которые занимаются этим бизнесом, рассказывают, что на самом деле все не так. Что когда мы, говорит, ставим оборудование, то там фильтры, рассчитанные на год работы, а их не будут менять пять лет, условно говоря. И они будут уже что-то платят. Вот у меня заходит на рынок, появляется сироп лактулозы, один из самых актуальных препаратов в практике педиатра. Ну, запоры у деток, ну это настолько частная тема. Ну, вы сами понимаете. Беременные женщины с запорами. Работает классно. Появляется новый препарат, сироп лактулозы. Ты его назначаешь. Он работает полгода. Через полгода он превращается, он не работает. Потому что на Дерибасовской делают. Да, конечно. Но причем это очень серьезные международные бренды даже. Но они все равно не работают. Я уже не говорю о том, что вот есть препарат антибиотик, который работал, перестал работать. И здесь есть инъед о том, что это устойчиво. Нет. О том, что ты купил другой препарат, он работает. Это просто подделки. Вот. И я реально понимаю, что какая в Израиле за это может быть ответственность? Ну, тюрьма очень большая. В Израиле, вы говорите, поддельная. В Израиле нет такого. Ну, конечно, не бывает абсолютного какой-то числа. Но я видел не больше статистику, что по Британии 16% фальсификата. Ну, это промышленный уровень. Ну, потому что там индусы, там пакистанцы без национализма. Там есть общины такие, где это можно продвигать. А в Израиле, конечно, меньше. Израиль меньше страна контроля. И Израиль невозможно это как-то туда... Где ты это сделаешь? Его изготовить невозможно там даже. Поэтому у нас такой проблем... Ну, вот я вижу, это одна из серьёзнейших проблем реализации на территории нашей страны современных протоколов. Потому что, слушай, рядом ты назначаешь препарат, а он просто не работает. И речь идёт о препаратах для взрослых. И там тот же амепрозол, классический препарат. Эналаприл, амепрозол. Казалось бы, да? Это бренды такого. Или там... Ну, я вижу, опять-таки, что у нас огромное количество дженериков. Дженериков совершенно очевидных, простейших препаратов. Парацетамола, ибупрофена, того же амепрозола, эналаприла. Этот работает, этот не работает. То есть, ты прекрасно понимаешь, что фабрика выпускает какую-то фигню реальную ещё. Кто это контролирует? Я когда в Украине приезжаю, мне постоянно просят для деток нурофен, парацетамол. Говорят, потому что ваш работает, наш не работает. Это, конечно, катастрофа. На самом деле была даже история, что в течение одного года в Италии вся... Весь Плавикс в Италии был... Это был, по-моему, 2012 год, если я не ошибаюсь. Когда весь Плавикс в течение года был поддельный. Плавикс это Клопидогрель. Международные. Клопидогрель, да? Вот всё. Я просто говорю, мы не рекламируем ничего. Нет, ребята. Мы тут, видите, смотрите, Борь не опытный человек, а я в этой каше много лет. От меня же услышали слово, вот это, ну, Рафьян, нельзя. Я же не занимаюсь. А, да. Я не могу произнести торговое название. Это он же, а я же опытный человек. Мне же сразу сказали, что я что-то рекламирую. Это вот так я написал. Я написал пост Акне. Вообще есть Акне, знаете, это тоже один из способов выкачивания денег из людей. Сейчас меня возненавидят все косметологи. Это чистки лица, это примочки непонятно чего и непонятно куда. Святой водой, да. Ну, а существуют там препараты, типа как... Ретиноиды? Да, ретиноиды. А я написал Роакутан. Ты чё, блин? И мне так, почему вы начали рекламировать препараты? Ну, у нас просто я вот называю их в обиходе. Мне проще так сказать. Это ужасно. Это ужасно. Хорошо. Теперь ещё вопрос. Я всё время обращаю внимание на то, что наши врачи не получают образование вот в процессе обучения по искусству коммуникации. Потому, как общаться с пациентом. Причём я прекрасно понимаю, что это работает на двух даже уровнях. На уровне вот просто найти общий язык с человеком. И на уровне выступлений по телевизору. То есть я вижу всё время, как там люди, которые там профессора, ну серьёзные, ну действительно реально врачи, да. Но когда врачи мощные, ещё раз говорю, доценты, профессора там большие, начинают выступать по телевизору, они не могут перестроиться со своей врачебной аудиторией на широкие массы трудящихся. В Израиле этому учат специально в вузах как-то коммуникации? Ну есть то, что... В Израиле это закон. Во-первых, тут даже не надо это. Если ты общаешься с пациентом, ты должен рассказать пациенту. Это закон о правах пациента. Пациент должен получить полную информацию, ты должен представиться пациенту, ты должен грубить пациенту, ты должен ему всё разъяснить так, чтобы пациенту было понятно. И пациент имеет право у тебя спрашивать вопросы и имеет право спрашивать, почему это так. А ты ему обязан ответить. Он имеет право, а ты ему обязан. То есть, сказать, что на тебе вот это лекарство, не надо задать вопрос. Если вы мне доверяете, берите его и лечите. Да. Или я лучше вас знаю, тоже не пойдёт. А ты что, врач? Да. Ты врач, иди сам лечись. Это тоже не пойдёт. Пусть вас... А Комаровский сказал, говорят он, а Комаровский сказал, что при вирусных инфекциях антибиотики назначать не надо. Так вот идите к нему и лечитесь. Идите к Комаровскому и лечитесь. Нет, такого не может быть. Такого не может быть. Это вторая тема. Хорошо. Вообще, вот это слово коллегиальность. Обосрать, прости господи, человека в соседнем кабинете. Сказать, знаете, я вам честно скажу, что за всю мою врачебную практику, а я ещё раз говорю, ну вот через два года будет 40 лет, как я борюсь в этой каше. На минутку, да? Это чисто врачом. А так уже, конечно, 40 лет было, если всего. Вопрос вот в чём. Я ни разу, у меня ни разу, не было ни, вот за эти 40 лет, ни одного конфликта с пациентом. За 40 лет. Все конфликты, которые были, они всё-таки были, я вру. Их было около десятка. Ну мало. Но все они были только тогда, когда после меня мои пациенты шли к другому врачу. И он им рассказывал, как я пытался на нём там убить его или что-то сделать не то. Понятно? То есть, всегда. Понимаете? Как вы нам могли… Вот поставьте себе жалобу. Вы нам сказали, что печень не увеличена, а мы вот ходили на УЗИ, и она увеличена на полсантиметра. Ну и что? Так. Вы же сказали, что печень не увеличена, и не стали нас лечить. И сказали, перестаньте пихать его едой и идите отсюда. А это не потому, что мы едой пихаем, это потому, что у мальчика дискинезия желчеводящих путей. А что, такой зигарность есть теперь? У нас он есть. Это во всём мире его нет, а у нас он, Буренька, есть. Понимаешь, мой дорогой? Как с коллегиальностью? Смотрите, с коллегиальностью, я думаю, больше уважения между врачами больше. У нас не услышишь, что вот этот врач, он дурак, хотя с другой стороны… И тогда хочется. Ну вот я даже, когда сам записываю, говорю, что же вы творите? Опять же, это не личностно к кому-то. Но если человек реально убивает людей, реально убивает пациентов, то у меня всегда это. Или я должен сказать что-то плохое о враче, или я должен промолчать. И вот это вот такой весы такие очень странные. В Израиле… Ну вот в Израиле, внутри Израиля такого нету. То есть я понимаю, что когда вы попадаете сюда, вам кажется, что все специально убивают людей. Ну, есть такие иногда ощущения. Не все, но вот именно происходят такие проблемы. А в Израиле нету, такого почти не увидишь. Не увидишь, а тут врач это, а ты тут, а он неправильно сказал. Это очень… Кстати, как в Израиле относятся к ябидам? Ну, к тому, что пожаловаться? Ну, не как в Америке, но я думаю, присутствует больше, чем… От пациента или от врача? Ну, условно говоря, вы вдруг узнали, что ваш пациент или ваш коллега занимается глупостями. Вы можете на него накапать? Можешь. Может. Кто-то да, кто-то нет. Я не люблю. Я вот так это… Я как это… Хорошо. Что в Израиле за гомеопатией? Есть гомеопаты. Я вообще как врач, подход израильской медицины, если это не развод, в плане, если это не несет вред пациенту, если ты не говоришь, что вот ты это не бери, а вот это бери, зная, что это не поможет, ну, то есть развод, то это уголовная ответственность. С другой стороны, если ходят к гомеопатам, что-то там принимают, гомеопатия у нас часть, кстати, реабилитационно-онкологической терапии. Ну, то есть, когда человек хочет лика, хоть что-нибудь назначить. Да, да, да. Это подходит. У нас к пациентам отношение, знаете, как такое, очень лояльное. Человек, если хочет, ну, хорошо, никаких проблем. Моя задача объяснить и рассказать в то же время и гомеопата, сказать и... Гомеопат – это человек с каким образованием? Ну, в Израиле это, если я не ошибаюсь, получается первая степень, гомеопатия у нас первая степень. Это закончил мединститут? Это колледж, первая степень у нас в колледже это получается. Я просто к чему? Так же, когда натуропатия сейчас, натуропатия – это высшее образование. Что лечение теми же травами и так далее, это есть. Ну, мы же понимаем прекрасную разницу между лечением травами и гомеопатией. Ну, в одной степени заряженная вода или трава. Не, заряженная вода – нет. Это есть. Есть такая специальность, она очень часто применяется при онкологии для облегчения каких-либо состояний, но ни в коем случае не замена терапии. Ну, то есть, получается, смотрите, если приходит, условно, ребенок с ангиной. Да. Гомеопат. Не-не-не. Это совсем другое. Но гомеопат же должен понять, что это не ОРЗ, не вирусный фаренгит, при котором можно назначить гомеопатию, чтобы сказать – пейте побольше жидкости, и бупрофен, и вот гомеопатия. Но если это ангина реально, и он должен назначить антибиотик, то гомеопат должен сказать – не-не-не, идите к врачу. Во! Тут идет, есть такой момент, и опять же, это понимает каждый гомеопат. К нему приходит ребенок, у него танзелит, гнойный танзелит, ему надо назначить амоксицелин – это антибиотик первого ряда. Да. Что мы делаем? Гомеопат смотрит. Если он ему не назначит, а потом этот ребенок попадет с постриптококковым что-то, гламеролонефритом, или с ревматологическими поражениями сердца, или еще что-то. То жизнь гомеопатов станет… Да, жизнь гомеопатов станет очень тяжелой. В плане штрафов, в плане всего-всего-всего. Поэтому таких вот прямо ужасов у нас мало есть, потому что они тоже понимают свою ответственность. Понял. Хорошо. Ну, теперь еще один больной для меня вопрос – это, наверное, 30 лет последних моей медицинской практики, у меня с этим какие-то жуткие проблемы – это лечение внутримышечными инъекциями. Что с этим в Израиле? Я знаю ответ, но мне просто хочется, чтобы… Такого нет. Единственный препарат, который я, работая в самом крупном госпитале Израиля, и в самой большой это, ставили внутримышечно мы ставили женщинам для ЭКО. Это там… Ну, и, наверное, варианты сифилис можно лечить, наверное. Ну, я сифилис. Когда же я там видел этот сифилис? Я его в жизни не видел. А, ну да. Кто такие вы там высоконаравственные? И диклофенак. И все. Ну, диклофенак внутримышечно, когда человек не может глотать? Ну, да. Когда есть язва какая-то? Нет. Оно и так, и так, но просто, что оно быстрее начинает диклофенак. Конечно. Ну, нет такого. Просто понимаешь… Или внутривенно, или через рот. Есть еще подкожные инсулины. Ну, инсулины и так бы, да. Но такого нет. Нет такого количества внутримышечных уколов там. Я говорю, ну, то есть, ноль целых процента – да, но так нет. Хорошо. Вы уже сказали такую удивительную вещь, что в Израиле нет заслуженных врачей Израиля, да? А есть в Израиле Академия медицинских наук? Да нет. Я пытаюсь… Нет, просто вы же нищета, понимаете, вы же бедная страна, вы же не можете себе позволить содержать Академию медицинских наук. А мы можем. У нас есть академиков много и так далее, и так далее. Жалко. Профессура… В Израиле же профессура – это совсем другое. Есть хирш-индекс, есть количество публикаций. Это не то, что ты защищаешь какую-то… Это ученый. Это человек, который занимается наукой. Да. И ты должен публикации делать в определенных статьях, где у тебя там индекс публикаций есть 5, 7, 3, 2, и ты должен набрать 70 баллов набрал – ты профессор. А не набрал – ты нет защиты каких-то диссертаций. А кто финансирует медицинскую науку в Израиле? Основная масса – это частные инвестиции. Частные инвестиции. Да. Есть институт Вайцмана, есть там в Тель-Авивском университете лаборатории. И то сами лаборатории внутри, и кто-то исследователь. Допустим, мы какое-то исследование делаем, мы ищем сами инвесторов. Круто. Круто. Еще один вопрос. Что такое санстанция по-израильски? Ну, я вам объясню. Смотрите, в Украине было такое явление, как санитарная и педагогическая служба, санстанция. Санстанция выполняла во многом контрольные функции. Например, вы хотите открыть кафе. К вам должна прийти санстанция и дать вам разрешение. И после этого она вас регулярно контролирует. То есть это такая вот коррупционная была у нас явление. Потому, что очень часто санстанция просто ходила, закрывала под угрозой, вымагала взятки и так далее. Ну, точно так же. Очень много таким же занимаются люди, пожарники и так далее. Ну, вот так, к сожалению, так и есть. Тут есть газовая служба, которая сейчас ходит по всем домам. Газ проверяет. Проверяет газы. Естественно, очень часто находит буквально минимальные нарушения и требует за это взятки и так далее. Естественно, любой человек, вы хотите открыть киоск. Вам обязательно надо, к вам должна прийти санстанция. И санстанция, если это так всех уже достало, что просто ее взяли и закрыли. То есть сказали... Это, кстати, сделала пресс УПРУН. Решили, что это коррупционный орган. То есть на самом деле люди как-то забыли, что санстанцией занимается санэпидоконтролем, расследованием, надзором и так далее. Что у нее есть куча функций по своевременному выявлению заболеваний, про реагирование, про контроль очага инфекции, про эпидемиологическое расследование. Просто из-за того, что в санстанции были люди, которые брали взятки, пошли по самому «умному пути» взяли ее и закрыли. Я не говорю... Это наша проблема. Сейчас мы это восстанавливаем. У нас даже появился теперь главный государственный санитарный врач и так далее. Даже такое у нас появилось. А что в Израиле с санстанцией? Ну, она есть. Это же инфекционисты, которые в Минздраве. Эти должности занимают, этим занимаются. Естественно, это есть. Но понимаете, сама коррупционная схема в Израиле, она почти невозможна. Нельзя говорить невозможно совсем. Почти невозможно. Почему? Врач получает хорошие деньги. Реально очень. Нету в госсекторе и вообще в секторе, если мы не берем топ-менеджера электрической компании или Эппла или Майкрософта, который в Израиле один, врачи получают самые высокие зарплаты в Израиле. Существует реально в разы больше, чем в среднем. В разы иногда в десятки раз больше, чем в среднем. Человек, работающий инфекционистом и так далее, он получает хорошие деньги. Чтобы ему дать взятку, надо дать 500 тысяч долларов. Какие взятки по 500 тысяч долларов от ларька? Ну и врач вообще ассоциируется со здравомыслием. Ну я же что, идиот? Вот у меня, к примеру, образно, зарплата 20 тысяч долларов, скажем. Я что, дурак эти взятки брать? Мне хватает на жизнь. Мне хватает на всё. Мне не хватает на самолёт и так далее. Но, естественно, взяток в самолёт ты не купишь. Но надо быть просто неадекватным дураком, чтобы брать взятки. Я понял, про взятки всё понятно. А какой алгоритм действий, например? Просто хочется понять механизм. Вот вы семейный врач. Вы пришли домой, обнаружили у ребёнка гемоколит, то есть кровь в калии. Вы подозреваете там острую дезинтерию, например. Ну какую-то инфекционную болезнь. Ну инфекционную. Вот у вас, ну хорошо, скролатина. Как приём? Приёмный покой. Ваше... Ну хорошо. А потом идёт расследование. А там уже инфекционист в больнице. Кто будет этим заниматься? Инфекционист в больнице. Туда, куда ты-то обратился, инфекционист в больнице, больничные кассы. Все же связаны. У нас те, которые работают в больницах, также и работают в больничных кассах. Это очень слаженно. Просто если есть некое заболевание, которое будет лечиться в домашних условиях, допустим. Ну то есть, вы видите, краснуха условно говоря. Понятно, что у вас... Контроль стандартный. Вы сообщаете, кто будет контролировать. Сначала семейный врач сообщает однозначно. Во-первых, как он заходит, ставит, допустим, краснуха, пишет в компьютере. Оно уже сообщилось. Ага, всё понятно. То есть, тут даже этого. Да. Понял, да. Я чего-то не подумал, что компьютер тоже может сказать. Потом выйдут на связь. То же самое, как аллергии. В компьютере тоже внесены. Ты не можешь написать лекарство, ты, допустим, ставишь... Захотел дать аугментин. Допустим, просто захотел дать аугментин. Это амоксицелин с клавуланикой кислотой, чтобы потом не сказать, что я продаю лекарство. Конечно. Потому что мог бы и сразу сказать. Но у человека аллергия на пенициллиновый ряд. Тебе сразу же компьютер не даст выписать это лекарство. Видите, как здорово, когда есть... А у нас же самое интересное, что какие у нас есть ребята, программисты, которые всё это давным-давно могли реализовать, упросить, не дать. Просто нам всем это не надо. Понимаете? Мы на фигню тратим деньги, силы, средства, выясняем отношения. На какое дерьмо мы тратим деньги, которых не хватает. Буквально ещё две темы. Я тебя отпущу в свой Израиль. Поедешь. Тема слова протокол. Да. Я, честно говоря, страшно это люблю. Мне вообще кажется, что, знаешь, очень трудно воспитать миллионы докторов хаосов, но главная задача протокола запретить врачам делать глупости. Абсолютно верно. Так же, как и рецепту. Это же защита, в первую очередь, самого пациента от моих идей. Потому что я считаю себя гениальным. Моя мама в Израиле меня считает ещё более гениальным. Если их соединить вместе с папой, они вообще нереальный гений. Но я же могу быть дураком. Так вот для этого есть протокол. Потому что кто оценивает мою гениальность? Поэтому для того, чтобы обезопасить пациента несанкционированных действий сумасшедшего врача или некомпетентного врача существует протокол, который исследован безопасность, эффективность. Что он лучше, чем это? Вот и всё. Хорошо. Я очень часто вижу возражение к слову протокол. Потому что, условно говоря, не может американский протокол знать интересы... Не кривляйся, Борис, спокойно. Не надо этих эмоций. Не может понимать интересы наших людей. Что нам надо адаптировать некий протокол под наши. И я тебе сразу хочу сказать, что в этом есть некие возможности. Некое зерно истины. Я объясню почему. Зерно истины состоит в том, что, условно говоря, есть человек с тяжёлой формой ишемической болезни сердца. И есть разные варианты терапии по срокам, по вмешательствам. По возможностям. И у каждого варианта терапии есть своя цена. По большому счёту. Понимаешь? И нам надо не просто утвердить твой израильский протокол. Понимаешь? Нам надо учитывать возможности реализации этого протокола в нашей стране. Понимаешь? Вот так. И я согласен во многом, что в ситуациях, на грани вот там, где речь идет о стационарной терапии, о протоколах оперативного вмешательства, о тяжёлых ситуациях, то для того самого уровня специализированной медицинской помощи нам обязательно нужен локальный протокол, который будет учитывать наши возможности. Он тоже есть. Возьмём Мельбурн, к примеру, или Австралию, или неважно, Америку. Там же есть какие-то отдалённые города, где нет крутых госпиталей. Там нет Джона Хопкинса или Майя у тебя под боком. Соответственно, есть протоколы для того места, в котором находится. Для техасской дальней деревни что нужно сделать? Ну, это будет протокол, локальный, адаптированный, соответственно, государством. Правильно? Это реально. Мне просто кажется, что чем мы ближе приближаемся к уровню вот той сложной специализированной терапии, тем больше нам нужен локальный протокол, адаптированный. Ну да. Тогда речь идёт о банальнейших ситуациях. Это же 99, это банально. Да. Гипертоническая болезнь стандартная. Там рефлюкс или цистит, ангина, орви, коклюш. Ну просто. 99% болезни. Всего, да. То что изобретать велосипеды? Всё же так понятно. Для этого существует семейная медицина. Потому что, понимаете, красота израильской медицины и другой западной – это семейная медицина. 80%, 90% всех заболеваний лечат врачи, семейники на местах, педиатры, семейники, а 10% только в больнице. Не скорая помощь лечит, не это, а есть протокол, врач их знает, и они простые, их просто заучил, и всё. Ну и всё. Мне даже кажется, вот что ещё, что сейчас хорошо. Что даже заучивать же не обязательно. Ну открой, посмотри, и всё. Это же не стыдно, в конце концов. Не знать не стыдно. Стыдно. Если ты не знаешь... Не знать, где найти ответ. Правильно. Согласен с тобой полностью. Но это всё время... Ещё, мне кажется, какой есть, может быть, нюанс? Английский язык. Сейчас. Английский язык. Ну по большому счёту я тебе честно скажу, я плохо знаю английский язык, мягко говоря. Но в моей ситуации я тебе честно скажу, что тот же Google-переводчик с английскими текстами работает, я вообще не замечаю, что он работает по-английски. Я не беру информацию медицинскую из нашей литературы. Я не выступаю на международных конгрессах. Сейчас я расскажу одну такую вещь. Ну я, собственно, давай, рассказывай свою вещь. Многие врачи у вас не знают, как пользоваться WhatsApp. Какие Google-переводчики? Понял, извини. Ну бывает. Что я тебе могу сказать? Ну реально, я просил заставить... Я у себя врача одного. Просил поставить WhatsApp. Не может поставить аппликацию WhatsApp. Ну электронной почты нет у человека. Как можно сегодня жить? С 98-го, да, электронная почта? Или с 98-го? С 96-го. С 96-го. 2021-й год у врача нет электронной почты. Ну у нас очень часто врач не может себе просто компьютер купить. Понимаешь, нормальный. Тебе этого не понять, потому что ты в день зарабатываешь на три компьютера. Поэтому тебе этого нельзя понять. Мы тебя пытаемся приземлить в этой стране. Да тебя не доходит. Ну можно всё-таки в YouTube. Как это понятно? Ладно, я тебя отпущу. Хорошо. Я имею в виду при приземлить. Ладно. Ну и последний вопрос. Ты, кстати, сам пронёс про это слово. Скорая помощь. Скорая помощь. Скорая помощь – это бригада медицинских работников, чаще всего парамедиков, которые должны привести живым человека из дома в больницу. Скорая помощь – это не больница и не сборище семейных врачей, хирургов, невропатологов, педиатров и так далее. Это задача скорой помощи – живым привести пациента в течение трёх минут в больницу, если нужно. Скорая помощь не должна мерить температуру и так далее. Скорая помощь – это не её задача. Там 90% парамедиков. Есть ещё так называемая красная скорая помощь, типа боли и скорая. Там есть реаниматолог – врач, который в случае, когда там есть стандартный протокол, который ICLS – это сердечно-лёгочная реанимация. Там, когда у человека инфаркт, потери, сознание, тяжёлое – это, да, туда приезжают. Это диспетчер определяет. Это диспетчер, да. Диспетчер приезжает скорая, и скорая на месте парамедик проверяет, он может увезти в больницу или нужно красная для того, чтобы увезти вместе с врачом, потому что парамедик тоже может заинтубировать. Но это ни в коем случае. Скорая помощь – это не лечебное учреждение. Это не врач в любом случае. Это, ну, скорее, большинство случаев. 90% – это парамедик. Конечно. Правильно? Живым довезти до больницы. В скорой нет лаборатории, в скорой нет анализов крови, в скорой есть ЭКГ, там можно вену поставить, если вдруг что, и всё. А если ты выживаешь? Хотите, я просто, я могу, понимаете, если я вам расскажу, чем занимается скорая помощь в нашей стране. И знаете, вот я просто знаю эту историю, которая вот в Харькове. Вот представьте себе ситуацию, когда приезжает скорая помощь. Парень 40 лет, синего цвета, сатурация 80. И вот врач скорой помощи пытается найти место, куда его госпитализировать. Мест нет. И они берут этого парня, кранут в скорую помощь. И он лежит в скорой помощи и дышит кислородом. В скорой помощи есть баллон, понимаете? И вот человек лежит в скорой помощи, дышит кислородом, а врач пытается найти, куда его положить. А потом он прямо там в скорой помощи умирает, понимаете? И они его заносят в дом и говорят, ну пусть полежит у вас, нам все равно его везти некуда, потому что в морге мест нет, в крематории мест нет. Вот можете себе представить, это 21 век. Это ужас. А мы в этой стране живем, понимаете? И нам все время рассказывают про то, что для нас самое главное, на каких языках разговаривать, с кем дружить и так далее. Вот люди, которые не могут нам обеспечить это, эти гады учат нас жить в этой стране, понимаете? И рассказывают нам, врачам, медикам, людям, которые хоронят здесь людей, как любить Родину. Они нас учат, падлы. Понимаете? Я это понимаю прекрасно. И вот когда мы первый раз встретились, абсолютно тогда сказали по поводу... Вот этот вопрос, почему не соблюдают... Вы настолько правильно это сказали, а потом обсуждал со своим... Я вам сказал с коллегой с Австралии, как можно требовать от врача, который зарабатывает 100-200 долларов, чтобы он сидел, учился. Я не буду работать за 100-200 долларов. Правильно. Но как только вы поднимаете... Я этот вопрос, как только я публично поднимаю вопрос о том, что если вы хотите европейского врача, то у европейского врача должна быть европейская зарплата, иначе вы ничего... То все вокруг... А мы что? А я что? Хуже? Вы хуже. Потому что не вы решаете вопросы жизни и смерти. Они говорят, а ребята на фронте, они тоже готовы, да и должны получать. Нормально. У нас ребята на фронте деньги не получают. Ну извините. Самая боеспособная армия. Одна из самых. Значит надо об этом тоже разговаривать. Но я не берусь на эту тему с вами общаться. Это не моя тема. Я знаю в чем проблема... Но врач должен получать деньги. Просто я хочу, чтобы люди все понимали, что когда у вас врач высокооплачиваемый и боится... Он каждую минуту боится перестать быть врачом. Боится потерять свое место. Однозначно. То тогда у врача... Я могу тогда сказать, ты работаешь по жестким правилам. Ты никогда не придумаешь диагноз. Ты не назначишь фальсификат. Ты не назначишь лекарство неработающее. Ты будешь учиться с утра до ночи. Ты будешь вкладывать деньги, полученные твои большие, на образование, на языки, на поездки, на курсы. Ты будешь хотеть от пациента только одного. Чтобы он максимально быстро ушел от тебя здоровым. А не чтобы вы его лечили до утра. Да. Это однозначно так. И просто поэтому это тупик. Пока врач не будет обеспеченным, дайте любому идиоту сейчас хорошую зарплату. Он будет учиться. И он начнёт учиться, потому что он будет эту зарплату потерять, бояться. Но если у него 200 долларов, он ничего не начнёт. Терять-то нечего. Как можно потерять то, чего нет? Ну вот это всё. Борис, я тебе скажу честно, что у меня хреново гора вопросов, на которые я знаю ответы. Я с тобой говорю и ужасно расстраиваюсь. Знаешь, я как на странах, где жрать нечего. И тут к нам приходит шеф-повар ресторана и рассказывает, как нам покушать правильно. Как в том анекдоте, что я уже три дня не ел, хлеба не видел. Ну так, ешь пирожные, если хлеба не хочешь, ешь пирожные. И так далее. Ну вот примерно вот что-то такое. Так всё это грустно и печально. Я просто хочу, чтобы люди понимали о том, что на самом деле для того, чтобы то, что работает в Израиле, вот эти правила медицины... То они не работают здесь? Они работают во всём мире. И наоборот, мы не соблюдая эти правила, мы тратим в разы больше денег. Только тратим их на фигню, на ненужные лекарства, на то, что содержим неэффективно работающие стационары, где находятся люди, которым нечего там делать. У нас медсёстры без того, чтобы ухаживать, делать там физиопроцедуры, они ходят и ставят по домам, ставят никому не нужные капельницы, без того, чтобы рассказать, как сварить компот. Понимаешь? Ну, нужны медсёстрам, потому что иначе им нечего кушать. Правильно. Сколько у медсёстры-то зарплата? Ну, если у врача 200 долларов, значит, у медсёстры 150 или 180. У нас, кстати, разница между санитаркой и врачом очень небольшая. Но это же ужас. Конечно, ужас. Ну, а мы всё... Они там реформируют здравоохранение, понимаете? Что-то... Причём, реформируют здравоохранение последние 30 лет. Надо купить каждому Харрисон. Есть только Харрисон Мэннелл в основной массе. И повысить зарплату. И тогда медицина будет в порядке. Больше ничего не надо. Не знаю. Я просто когда... Пойми, Борис, ну и хорошо. Если, допустим, врач получает условные 5000 гривен, а любой нормальный учебник, просто монография, стоит у нас минимум 100 долларов, допустим. Ну, по анестезиологии, вот книгу я купил барыш, последний барыш, он стоил 400 долларов. А теперь если врач получает в месяц... Нет, 300. Хорошо, если врач получает в месяц 200, он купит? Нет, конечно. А можно хотя бы тогда издать эту книгу на государственном языке и подарить каждому врачу? Можно. Мне кажется, да. Можно? Можно. Но хоть на этом заработаете около меня. Борь, спасибо тебе большое. Спасибо. Мы, ребят, еще раз, у меня к вам следующее предложение. Во-первых, в подписи к этому видео будет подробнейший тайминг. И вы, конечно, можете все наши вот эти больше двух часов нас не смотреть, а просто посмотреть и посмотреть то, что вас интересует, найти ответы на вопросы. Во-вторых, я бы очень вас попросил писать вопросы к нашему гостю. И если будут много интересных вопросов, мы обязательно пригласим его к нам еще раз. С удовольствием приеду. Он приедет. Мы с ним поговорим. В наймку Украину. Да, да, да. Украина хороша, черт побери. Самое наше главное... Жмиринку хочется. Жмиринку хочется. Хочешь, организуем. Дай Бога. Это потом с папой поеду. Папу надо повезти. У меня же папа со Жмиринки. Ну, тогда святое. Хотя учился ты в Красноярске. Да. Папа потом уехал в Красноярск. Ну, просто Жмиринка это каждое лето. Жмирнеция, это же рай на земле. Да, это да. Спасибо тебе, мой друг. Спасибо. Удачи. Спасибо большое.